всем привет на часах полночь а это значит что midnight loft онлайн снова начинает свои ночные прямые эфиры общается с музыкантами открывает какие-то новые новые грани нашей артистической жизни желает вам позитива потому что наш онлайн он очень позитивный он же очень жизнеутверждающий несмотря ни на что мы поддерживаем аудиторию мы узнаем интересные подробности музыкальной жизни всякие интересные лайфхаки как справляться с депрессией как не деградировать как саморазвиваться в общем все самое стоящее интересное здесь наших полуночных окнах сегодня у нас замечательная пианистка гости нашей импровизированной студии елизавета дон она участница лофт филармонии целых два раза она радовала нас своим искусством причем неизменно в одном и том же фиксированном составе совместно с евгением румянцем замечательным велончелистом который может быть в ближайшее время тоже к нам захочет присоединиться но об этом об этом гораздо позже в итоге ребята выступали в лофте 2 февраля 2018 года и вот относительно недавно 25 октября 2019 года это были замечательные камерные программы самые вообще такие яркие велончельные сонаты это были потрясающе очень интересные многогранные модерации вообще всячески 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 мы радовали публику и конечно вспоминания самые теплые приятны ну а сегодня сегодня лиза находится в германии своем уже родном городе наверно втором по значению может быть уже и первым это город гамбург и сейчас я приглашаю студию мы начнем замечательный диалог Нормально, видно. Слышно? Да, все хорошо, у тебя твой звонкий жизнерадостный голосок, его ни с кем не спутаешь. Сколько лет, сколько лет. Всем привет. Мы с тобой сколько уже не виделись, наверное, с тех самых лофтовых вечеров, с тех самых репетиций, с того самого концерта незабываемого, до сих пор вспоминает народ вашего Майлера, вашего Брамса. Я лично, честно говоря, с теплотой, с большим вообще воодушевлением вспоминаю сонату под Гайца, потому что это соната, это Диэс Ир, это такой просто Армагеддон, такая кульминация. Вот скажи, Лиза, вот до самых дежурных и обычных вопросов, кто был инициатором? Раскрой мне эту тайну. Кто решил, что эту сонату надо обязательно играть из вас? Не, ну это Женя, конечно, решил. Я ее вообще не знала. Он ее когда-то сыграл, по-моему, даже чуть ли не под Гайц сам слушал, вот, и он сказал, что классная музыка. Я как-то доверилась его мнению. Мне кажется, что я даже ее не сильно слушала до этого. Он сказал, вот, хорошая соната. Я говорю, да, раз ты говоришь, что хорошая, значит, хорошая. И, в общем, так и оказалось. Зачем, действительно, ее слушать? Там совершенно как бы, зачем слушать чье-то исполнение? Там нужно просто открывать, так сказать, ее такое, просто учить, потому что там очень много там лес какого-то текста, особенно с определенного момента. До этого все так достаточно, в общем, на полусогнутых, и потом это все достигает такой кульминации. Ну, в общем, короче, для аудитории, кто не слышал, ребят, на Ютюбе есть эта запись, вот только ленивый не пойдет после такой рекламы и не послушает. Это потрясающая музыка, это очень сложно с чем-то сравнить. Короче, вот эти вот ребята, вот Лиза конкретно, ее играл, и это просто-просто конфетка. Так что, если есть ноты, обязательно возьмите на вооружение это. Соната действительно классная, да, поэтому всем рекомендую, да. Ну, спасибо за отзыв тоже. Нет, ну, правда, ты знаешь, вот в лофте очень много звучит музыка, которая, в принципе, такая редкая для Москвы, но вот так, чтобы, знаешь, до конца просто пробивала и, ну, очень так вдохновляла на подвиги. Такого, ну, такое, ну, нечасто происходит, скажу так. Лиза? Ну, мне тогда все сыграли. Извини, да, хочу еще добавить просто к тому концерту, чтобы была необычная программа во всех отношениях. Мне кажется, и Куперен и эти пьесы, и обработки тоже нечасто играются. И симфонию Майлера тоже в дуэта в составе не услышишь. То есть мы как-то, в общем, ну, скажем так, что-то интересное придумали к тому концерту, поэтому там было много всяких редкостей, ну, подгайти, в том числе, конечно. У вас вообще, на самом деле, сложился такой мини-цикл из этих двух концертов, между которыми было полтора добрых года. Почему так? Потому что, ну, смотри, на первом концерте первая Брамса, на втором вторая Брамса. Ну, тут все понятно. Потом на первом концерте Шнитке-Шостакович, особенно Шнитке вызывает вопросы, да? Вот, ну, то есть, в принципе, концепт, конечно, у вас классный. Я жду вас, как говорится, еще разок, когда нас расхлопнуется. Ой, с удовольствием. Да, я скучаю. Да. Я тоже. Лиза, ну, скажи мне, как вообще, как твоя жизнь? Как самоизоляция? Как там у вас вообще в Германии? Как вы там в Гамбурге-то держитесь? Значит, Алиса, смотри, я к эфиру подготовилась. Я не просто так сюда пришла. Значит, я тебе сейчас две вещи продемонстрирую, как мы тут живем. Вот смотри, первая вещь сейчас. Вот. Это огурец. Так. Интересно. Я его сама засолила. Вот. Это не единственное, что я сделала за карантин. Ну, вот такие вот возникли всякие идеи, что-то поэкспериментировать. Вот. Захотелось огурчиков солененьких. Не совсем сработало именно в этом случае, как я хотела. Должна была там образоваться какая-то молочная кислота. Но она почему-то не образовалась по непонятной причине. То есть они должны были быть скорее квашеные, чем соленые. Получились просто соленые. Вот. Но, в принципе, тоже вкусно. Ну, и все, конечно, экспериментируй тоже, как там что получается с какими-то кулинарными вещами. И вот вторую вещь я сейчас тоже раз покажу. А вот так вот пока Лиза ищет вторую вещь, я добавлю, что вот и так вот из Midnight Loft Online мы превратились в шоу Поле чудес. И я уже практически Якубович. А вот и моя тройка игроков. О! Покажите. Это кролики. Один из трех. У вас там Виагра, насколько я знаю. Потому что там у вас есть свинка, тёмненькая и рыженькая. Абсолютно. То есть ты уже, ты, наверное, в курсе по фотографии бы на Инстаграме. Ну, я крайне глаз бы видела. Да, пятачка посмотрели. Просто кролики не очень любят сидеть на ручках. Вот я просто хотела вам показать, чтобы вы видели. Вот это пятачок. Пятачок. Вот. Так, пятачок, давай, иди. Ему надо. Давай, пятачок, иди. Сейчас запишешь мой. Что мы с вами? Обожаю кролика. У нас случилось как раз неделю назад. У нас случилось событие, что мы взяли третьего кролика. То есть у нас очень длительная история просто. Всё началось вот с пятачка, которого вы сейчас видели. Я его на улице нашла два с половиной года назад. Потом к нему присоединилась кнопочка. Потом у пятачка с кнопочкой появились дети. Это как раз вот те, которых я выставила недавно в Инстаграме. У них было трое детей. Два них мы отдали моей подруге. А один у нас остался, Кузя. Потом, к сожалению, та кнопочка, которая была вот мама вот этих вот детей, она умерла, пока я была на конкурсе Чайковского. То есть у меня даже не было дома. Было очень печально. Мы расстроились. Вот. И остались у нас двое. Вот пятачок и Кузя. Так что, значит, неделю назад я в одной группе, в которой состою в WhatsApp, ну, русскоязычной, увидела объявление, что, значит, один молодой человек гулял по парку, увидел кролика тоже на улице, забрал его домой, но себе по какой-то причине он его не хотел оставлять, спросил, вот мне нужен кролик или нет. Ну, я посмотрела, сразу его захотела, значит, показываю мужу. Он вообще сделал просто гениально. То есть он, наверное, даже из двух секунд не смотрел на эту фотографию. Он сделал как-то вот так. Берем, вот так как-то вот. То есть взглянул просто мгновенно. И так у нас оказалось снова третий кролик. Она тоже девочкой оказалась, и мы ее тоже назвали кнопочкой в честь той кнопочки, которая умерла. Вот. Поэтому у нас вот такое вот событие. Вот как неделю у нас уже есть еще одна кнопочка. И сейчас мы пытаемся их подружить, потому что, ну, у кроликов это не так просто на самом деле происходит. Они такие достаточно, ну, как сказать, вот территории, да, они очень считают себя владельцами территории, и новых кроликов не сильно допускают туда. Но процесс идет, ну, просто он занимает какое-то время. Так что вот, в общем-то, у нас вот занятия на карантин. Основные, скажем так. Лиза, ты знаешь, я под таким впечатлением, но у меня тут несколько вопросов сразу параллельно родилось в связи с такой трогательной историей. То есть у вас как бы тройня такая. Ну, вот первого кролика, ты говоришь, ты его нашла, а что, по Гамбургу бегают кролики? Так вот, видишь, уже, видимо, не один бегает раз. Кнопочку тоже нашли, да, на улице. Но пятачка, вот, который сейчас я показываю, да, я его нашла сама лично на улице. День был, конечно, просто фантастический. Это был день, когда я прилетела из Шанхая. Мы летели через Москву, значит, рейс был из Шанхая в Москву с пересадкой. В Москве было несколько часов перерыва, и несмотря на то, что это было, может, 5, может, 6 часов утра, мои родители все равно пришли в аэропорт, чтобы меня повидать. Ну, мне было очень приятно, мы посидели. Мы с подругой были вместе, тоже вышли, все посидели. Вот, потом сели на самолет, долетели до Гамбурга. Вот, и в тот день я должна была ехать в Любок, к своему мужу. Мы тогда еще не были женаты, и он жил еще в другом городе Любок. Это, ну, где-то 40 минут на поезде ехать от Гамбурга, не очень далеко. И мы договорились, что я поеду этим вечером к нему. Значит, он там готовился, как я понимаю, просто вообще меня встречать. Сварил борщ, там вообще все убрал. Вот, значит. И тут я иду по улице, а у меня нужно было сходить на почту, там одну посылку забрать, потому что, если бы я ее вовремя не забрала, то ее бы отправили обратно. И вот это как бы определило вот судьбу, в общем-то, этого вечера, потому что пока я туда шла, я и нашла пятачка. Ну, естественно, в этот день я уже никуда не поехала, потому что я там, в общем, не знаю, два часа думала вообще, что с ним делать, брать его, не брать. У меня были какие-то моральные терзания. Вот, потом все-таки решила его взять. Вот, и пока там его покормила, все такое, уже никуда не поехала. И, значит, Эдуард, ну, на тот момент мой жених, он вообще ужасно на пятачка был зол, потому что из-за него я не приехала. Вот, он меня так ждал. Ну, вот. Ну, потом все получилось очень хорошо, потому что через несколько дней он приехал уже в Габбург, где я жила. И вот это тоже надо было видеть. Там пятачок вылезает из-под кровати, там он под кроватью лазил, и такой Эдик стоит, и вот в этот момент, когда пятачок вылезал, Эдик сказал, ой, какой хорошенький. И все, с того момента у них тоже стала любовь, вот. И таким образом мы все вот так подружились, и у нас даже кроличья семья увеличилась. Вот. Ну, это такой же образ жизни, я думаю, что когда ты живешь с кроликами, это уже совсем не то, что когда ты живешь без кроликов. Вот как ты уже привыкаешь, стягиваешься в это. И уже это становится такой стиль для тебя. Ой, Лиза, прелестная абсолютная история, такая трогательная и милая. Ты знаешь, вот у меня просто какой-то разрыв шаблона. Пятачок, это же в нашем понимании, то есть на слуху, это же свинья, это маленький такой свин, как бы. А почему же такое название, в смысле имя для кролика? Видимо, у него вот здесь вокруг носа, у него белое, то есть нос, он как белое пятнышко такое. И я вот как-то, когда увидела это белое пятнышко на носу у него, мне почему-то она напомнила пятачка. Ну, что это как пятачок как бы, да, как у свинки. Вот, и не знаю, вот я придумала это имя, да, это я придумала имя. Ну, очень-очень креативное у вас семейство кроличьи, и я, честно говоря, очень неравнодушна кроликам. Ты знаешь, я вот посмотрела прямо, подумала, видимо, надо тоже как-то приобщаться к какой-то кроличьей культуре. Тяжело за ними ухаживать? Как они, так сказать, в обиходе? Они вообще не очень слойные в обиходе. Я хочу сказать, что по сравнению с другими животными, на мой взгляд, они как раз менее проблемные. Потому что, например, с собакой нужно гулять, да, с кроликами, в принципе, можно не гулять. То есть их можно вынести на улицу, но они и так себя нормально чувствуют. Они не лазят по всей квартире, как кошки. То есть они могут и лазить, да, то есть это смотря, как сделать у них организацию жизни у нас. Они живут в комнате. То есть, ну, там у нас комната компьютер там стоит. И вот у них там такой домик достаточно большой. Там даже два этажа у них есть. Там как бы первый этаж, и там еще второй такой этаж, где они спят. Вот. Ну, сейчас вот кнопочка, которая новенькая, она у нас пока что еще в отдельной клетке, потому что их сразу нельзя вместе сажать. Вот. Тот самый нелогий момент, когда кролики живут лучше, чем я. Наверное, сейчас так подумала половина аудитории. Ты говоришь, двухэтажный пертхаус, как бы. Ну, понятно, все ясно. Мы к вам переезжаем в качестве кроликов. У них хорошие условия такие, да. У них, как мы говорим, у них, значит, еда всегда. Есть у них уборка. И за квартиру они не платят. Нормально. Ребят, короче, все, если что. Берем билеты первым делом в Гамбург, ребятам. В гости, так сказать, на неделю. Лиза. Лиза. Это замечательно, потому что такие антистрессы. Вот уже, понимаешь, уже 50% вопросов, которые я тебе заготовила. Можно уже смело, так сказать, просто бросать, как бы, в печку, в топку. Вот. Но все-таки по поводу антистресса мы обычно как бы с другого конца начинаем. Но тут уже невозможно. Так расслабила аудитория. А я хочу их напрячь, наоборот. Вот ты как преподаватель, как человек, который не просто преподаватель, у тебя там какая-то сумасшедшая вообще педагогическая концертная деятельность. Тем, кому кто как бы не в курсе, кто в танке, я поясню, что речь идет о кокшуле в Гамбурге, то есть высшая школа музыки. И вот скажи, вот эти вот онлайны, которые постигли весь мир, что же с вами там происходит? Как это происходит в Гамбурге? Ты сейчас имеешь в виду про преподавание или про концерты? Нет, про преподавание для начала. Про онлайн-концерты второй вопрос. Ну, про преподавание, в принципе, мы перешли, конечно, на онлайн. Ну, так, как-то, я хочу сказать, не супер идет этот процесс, потому что у кого-то нет фортепиано, у кого-то нет интернета. Кто-то весьма просто решил как-то под это дело откосить. Вот, в общем, у меня, ну, достаточно небольшое количество людей занимается именно из хокшули. Вот, и как раз хороших людей, таких, которые действительно профессиональные, хорошие ребята, и с ними как раз заниматься тяжелее всего, как я заметила. Ну, на самом деле, я преподаю достаточно много, не так, что прям каждый день, но у меня много учеников и разного уровня. То есть у меня есть совсем начинающие практически, да, которые там, ну, вот, буквально вначале находятся, и есть уже такие, которые действительно с серьезной программой играют, там, не знаю, брамсы, все такое, да. То есть у тебя получается, что разброс возраста, вот, от какого возраста до какого, и все-таки сколько у тебя человек, интересно? Я их даже не считала. Ну, в смысле, они у меня не все в хокшуле, у меня еще там частники есть, конечно, да, я работаю, вот. Но на данный момент, то есть с детишками я как-то не сильно работаю, но вот сейчас так получилось, что двое у меня так и есть. Я даже, честно говоря, не знаю, сколько им лет точно, но им до 10. То есть один из них, по-моему, ну, наверное, ему лет 7 или 8, а девчонке, наверное, лет 10, вот так я думаю. Вот. А остальные все в основном у меня взрослые или студенты. Вот. Но есть пару и таких взрослых, которые занимаются для себя, скажем, да. То есть вот с такими, которые работают, ну, скажем так, на каком-то любительском или нижнем таком уровне, то есть я без обид говорю, ну, в принципе, да, у которых просто есть идея о том, чтобы нужно сыграть произведение, там, его выучить и все такое, ну, какие-то вот начальные, да, такие вещи, или такой относительно несложный репертуар. Ну, это идет нормально. Но вот с теми, которые играют уже серьезные произведения, ну, опять, ну, как там, Бах, вот у меня сейчас там, не знаю, ДБС играет, вот это вообще что-то как-то плохо. То есть я по записи, в смысле по онлайну, я очень плохо что-то могу понять. Я это замечаю, потому что мне все нравится. То есть у меня было несколько уроков, и я каждый раз подряд говорила, что очень хорошо играешь, молодец, там, все такое. Потом я уже как-то... Лиза, может быть, люди наоборот позанимались, понимаешь, отдохнули, и тебе поэтому все нравится, а не за онлайна? Может быть, может быть и такое, но я начала уже сомневаться в себе, потому что, ну, как-то странно. И из-за этого я, в общем, предложила им сейчас сделать записи, потому что вот у нас тоже там было собрание факультета, и там какие-то коллеги посоветовали, что они работают больше по записям. То есть если студент записывает, то чаще всего качество звука все-таки чуть-чуть лучше, и тогда можно уже, когда в онлайне встречаешься, обсуждать эту запись. Я вот так сейчас решила попробовать. Ты знаешь, у нас тоже очень модная такая фишка, как раз вот мы постоянно об этом говорим, на протяжении уже, я не знаю, сегодня какой там цатый просто диалоговый онлайн, и как бы, да, все пришли к тому, что онлайн именно заниматься сложно, в записи качество лучше, но а если маленький как бы, ну, ребенок, то с ним, конечно, в онлайне, с этой небольшой незначительной задержкой, да, в звуке, но все-таки потому, что как бы ему нужна такая поддержка, и все вот в таком как бы духе. А вот скажи, пожалуйста, вот конференция, я тоже краем глаза обратила внимание, что вы же тоже это проводили все онлайн, педагогического, да, состава. Это были какие-то зумовские такие, да, окна, когда вы общались, да, просто. Ну, прикольно было, да, уже две было таких конференции. Ну, учебный год уже закончен, да, я так понимаю? Нет, у нас вообще семестр начался, то есть он должен начаться, был только в 1 апреля. Его перенесли на 20 апреля. Да, я не знаю, везде ли вообще в Германии так, но, по-моему, в основном в высших школах первый семестр с 1 октября, второй семестр с 1 апреля. И второй семестр всегда короткий первого. И 1 апреля у нас ничего не началось, был карантин. Началось 20 апреля, но началось онлайн. То есть все только, кто мог, те перешли на онлайн, разумеется, кроме, скажем, камерного ансамбля, ну, каких-то таких вещей, да, которые вообще никак нельзя. У лекций, как я поспрашивала, ребят, вроде бы идут онлайн тоже, то есть они занимаются. Вот. Но там было очень много проблем, разумеется, потому что пока хокшули была закрыта, то есть одно дело еще там пианисты, ну, все-таки как-то, может быть, можно было найти решение. Ну, например, там ударники или духовики, особенно медники, да, ну, где им просто играть, ну, это понятно, да. То есть органисты вообще, получается, они без инструмента были практически, сколько там, не знаю, полтора месяца, да. Вот. Их начали как-то первыми открывать, потому что у них вообще, получается, не было никакой возможности заниматься. Вот. Для пианистов, кстати, придумали такую штуку. Я уж не знаю, меня послушались или нет, но это я была в числе тех, кто эту идею как бы подкинул, что хокшули проспонсировала для тех ребят, у которых нет инструментов дома, чтобы им сейчас аренду, им оплатили аренду и транспортировку инструментов домой. Там, ну, правда, кому-то меньше повезло, просто привезли какие-то электронные пианино, а кому-то привезли нормальные пианино. Вот. Но это все равно огромный дом. И руководство, получается, руководство взяло на себя, да, обязательство по оплате, по всему или как? Да, ну, это не такое огромное количество людей получилось, да, то есть там не думая, что их там тысячи человек. Потому что как получилось, когда начался карантин, конечно, многие уехали домой и там сидят, да. Но вот кто остался в Гамбурге, например, и у кого дома нет инструмента, вот им помогли. Там где-то чуть больше 10 человек было, но тем не менее им помогли. Так что это, в принципе, неплохая такая инициатива. Да, потому что, Лиза, знаешь, у нас с этим проблема. Я постоянно как бы в контакте нахожусь со студентами. И, ну что ж, люди привыкли заниматься в консерватории. Ну, ты знаешь, что это вот всю сказочку про 7 утра и очереди, вот эти бесконечные классы. Да, но сейчас они этого лишены. И кто-то занимается на совершенно убитых фортепиано, на которых они должны, они просто обязаны записывать по концертмейстерству, по камерному, там, то есть свои партии, аккомпанементы, и спец в том числе. И вот это вот с ужасным звуком, полуживое, полурастроенное, какое-то фортепиано убитившее. Либо, ну, тоже как бы вариант так себе, допустим, настроенное, вечно настроенное клавянова, но при этом это электронный звук. И это все отправляет. И по вот этим вот всем записям, сейчас какие-то идут аттестации, зачеты, я даже экзамены, даже госэкзамены, больше тебе скажу. То есть я что-то творюю. Вот это я вообще не понимаю. Невероятно, да, потому что ты представляешь, ну, там уже, ладно, даже аспирантура, там всегда можно найти масса концертов, масса каких-то записей, которые как-то технически можно перезачесть, да, но на пятом курсе, когда ты идешь все пять лет, ну, мы же все помним, как это было, да, это такая кульминация, это так ты набираешь этот удельный вес, и вот тебя за пару месяцев до госэкзаменов просто так вот сажают на самоизоляцию, и все заканчивают. Ну, конечно, это все грустно. А вот скажи, по поводу онлайн-концертов, у нас тут очень такие, знаешь, яростные споры, наверное, просто развернулись, потому что многие пианисты, которые живут в России, в частности в Москве, ну, ты же понимаешь, какая ситуация, это несколько отличается от эстетики Германии, да, когда, допустим, у пианистов профессиональные, ну, могут быть, да, рояли как бы, да, то есть здесь-то тоже, но с оговоркой, разные рояли, разные возможности, ну, в общем, короче, из дома транслировать сложно, потому что инструментарий, как я уже повторюсь, подводят, нет должной техники. Вот как у вас с этим? Вот конкретно ты, ты принимала участие вот в онлайн каких-то концертах из дома, и, может быть, тебя приглашали на площадке играть при пустом зале? Да, вот как раз сейчас этот вопрос у меня открытый, потому что должен был, должен состояться у меня онлайн-концерт, пригласили, значит, сыграть там на одной онлайн-платформе, но это должен быть концерт из дома. Не знаю, у меня дома рояли нет, у меня пианино, Ямаха. Вообще оно очень хорошее. Если честно, оно действительно хорошее, я прям даже сама удивилась, я сделала такой пробный, пробную запись, на мой взгляд, оно вообще вполне на уровне, да, я и рояли видела хуже. У тебя какая модель? Что что? Модель у тебя какая? Оно, это, по-моему, B200, что-то такое, это вот не самое низкое такое, но не самое высокое, средненькое. Ну, я знаю, да, потому что там самое низкое, это типа джу, там что-то 109, такое маленькое фоно совсем. Вот, да, это у тебя, так это прилично, такое хорошее среднее, такая средняя рука, но хорошая. Да, это не P, которая вот профессионал, да, но это не самый, который начальный, да, уровень. Да, да. Вот, в принципе, действительно оно хорошее, пианино, вот, но я сейчас в сомнениях, вот я не знаю, как делать запись реально из дома, на пианино, в общем, не знаю. Может быть, я... А вопрос, вот, Лилиса, извини, что я тебя перебиваю, просто здесь еще такая задержка небольшая, как принцип рации работает, поэтому чуть не слышно. Скажи, пожалуйста, вот, когда просят записать онлайн-концерт из дома, а настаивает организация, ну, или предлагает, как бы, свою технику привезти, или ты должна вот со своего гаджета, вот, как есть, так есть писать? Не, они вообще ничего не предложили. Они где-то там сидят в другой стране, вот, то есть они вполне довольны с телефоном, ну, со смартфоном, да, то есть там даже им не нужно какие-то сильные конкретные условия там, то есть это не должна быть профессиональная запись, и, как я поняла, именно в этом и есть идея онлайн-концерта, да, то есть это не запись. Ну, понимаешь, да, то есть они, в принципе... Я-то понимаю, да, но просто, как бы, смотри, при прочих равных, да, вот, музыканты часто используют, допустим, такое устройство, как Zoom, да, ну, вот этот вот рекордер, который, как бы, ну, по сути, диктофон, только очень качественный, но он, как бы, считается полупрофессиональным, кто-то докупает там всякие микрофоны, там, и ставит эти стойки, становится вообще профессиональная запись, просто, понимаешь, при прочих равных они могли хотя бы поинтересоваться и претендовать на какое-то лучшее качество, да, если у тебя это имеется, ну, а если нет, и они, как бы, хотят, ну, тебя, в любом случае, в качестве пианиста, то, как бы, с телефона тоже сойдет, ну, тут уже тоже, в зависимости от телефона, потому что, ну, согласись, когда ты ставишь телефон на определенной, как бы, да, дистанции, все равно ты играешь, как бы хорошо ты ни играла, при прослушивании получается, что, ну, звук какой-то тот рискучий, например, да, ну, то есть что-то происходит. Я какие концерты посмотрела, вот домашние, и те, которые делаются из концертных залов, а те, которые домашние, там нигде не было хорошего звука, прям идеального. То есть там всегда чувствовалось, что это такая полулюбительская запись. Я уж там не знаю, как ребята записывали, на телефон или просто на какую-то камеру. Но прям хорошего звука я не слышала. Так что я как бы поняла, что вроде бы их это устраивает, такой полулюбительский звук, и что вроде бы, может быть, это даже, ну, в какой-то мере соответствует идее, что вот играешь там из дома, и играешь как бы то, что есть, да, то есть без каких-то там заморочек. Вот, но все-таки я просто не решила еще именно, что мне делать, все-таки найти рояль где-то и записать там, или удовлетвориться уже своим пианино и записать на нем, потому что, в принципе, нормально получается. Ну, вот я просто не знаю, как это выглядит. Но ты говоришь о том, что записать, как бы, ну, получается, это не онлайн-контент, получается, это просто запись, которую ты отсылаешь, и потом, ну, тяжело. Ну, это как думает, да, ставлю я все-таки у себя дома, или я куда-то иду, да, то есть это не так проблемно, куда-то пойти. Да, да, но это немножко другое. А вот так, что вот ты поставила, ну, как вот мы сейчас, мы общаемся онлайн, да, и вот то же самое, только ты садишься за рояль, и вот в режиме реального времени, вот та аудитория, которая сейчас нас смотрит, вот ты просто сидишь и играешь. Вот такого у тебя не было? Нет, такого еще не было. Вот сейчас, вот как мы с тобой, нет, такого не было, но нельзя, может, и будет, то есть я, в принципе, Вот это, кстати, очень интересный опыт, да, и как бы это, ну, тоже, на самом деле, сложно технически, потому что бывает, не дай бог, перебой, и можно половину концерта сыграть просто в пустоту, но, опять же. Что ты делаешь? Ну, знаете, с другой стороны, как бы в наличии другого человека, ну, тут же, да, Эдуард, он может, наверное, помочь, но сейчас я имею в виду, что может быть как-то проассистировать, проконтренировать тот процесс, что как бы, чтобы никто не отключился, чтобы ничего там не отключилось за это время. Ну, как вариант. Да, но я, кстати, не знаю, как это все делается, потому что действительно, вот так прервется, иногда же это и не от тебя зависит, например, я не знаю, просто вырвался там интернет или что-то такое, да, и что ты будешь делать, и все. Вот, поэтому, не знаю, я вообще с самого начала я была достаточно скептически настроена по отношению вообще всей этой идеи онлайн-концертов. Мне как-то эта идея не сильно понравилась с самого начала, но сейчас, вот как мне предложили особенно сыграть один, я поняла, что в этом все-таки какой-то смысл есть, ну, по крайней мере, лично для себя. Я хотя бы стала заниматься, потому что у меня в какой-то момент стало вообще какое-то такое депрессивное состояние, ну, не депрессивное, ну, просто, я думаю, многие музыканты меня понимают, конечно, когда нет конкретного плана, вот что-то, к чему ты должен готовиться, поскольку у меня, конечно, как и у всех, все на свете отменилось, вот, даже в августе отменилось, вообще, я думала, что там, может быть, еще в конце лета что-то состоится, ничего не будет, в общем, максимум, то есть самое раннее, надеюсь, что в сентябре опять все продолжится, поэтому я так немножко так забросила это дело, а вот сейчас вот концерт, вроде бы я хотя бы вошла в форму, как-то чувствую, что вот, занимаюсь, ну, как-то нормально, так что я даже рада, что есть этот концерт, вот, поэтому я увидела в этом положительные стороны тоже. Нет, молодец, молодец, Лиза, потому что, на самом деле, всегда тут, как бы, знаешь, такая ложечка меда в этой огромной бочке дегтя, вот, слушай, ну, у тебя, как бы, на самом деле апгрейд не только в понимании, я так поняла, этих онлайн-концертов, но еще и отношение, как бы, к медийной стороне карьеры, потому что, помнится, в последний раз, когда мы с тобой общались, мы как раз обсуждали там Инстаграм, вот эту вот всю историю, помнишь, Лиза? Да я это, в принципе, это все из-за тебя, ты понимаешь, я зарегистрировалась. Все, это время, когда мы говорили об этом вот в той кафешке, где мы сидели после концерта, я с того момента, вот, как-то и думала все, ну, надо, надо заводить этот Инстаграм, и надо, и надо, и вот, когда случился карантин, я его, наконец-то, открыла, но, как видишь, я не бешено активно здесь, конечно, я не пишу там каждый день, и не фотографирую там, чтобы у меня просто забивать терабайты информации, но все-таки, по крайней мере, он у меня теперь есть, вот, но ты очень сильно повлияла на это. Слушай, ну, мне на самом деле приятно, что я как бы внесла свою лепту, потому что искренне считаю, что хороший пианист, ну, почему бы и не поделиться, так сказать, с аудиторией хорошим таким кусочком пирога, как говорится, да? Ну, ты знаешь, еще отмечу, что когда, ну, на заре самоизоляции пошла вот эта вот тема на Ютубе, да, лайк for like, ну, типа там, подпишись на меня, я подпишусь в ответ, ну, ты же тоже в струне, понимаешь? И там вот, кстати, одна запись, которая меня привлекла внимание, просто, ну, ты как фанат не только сольного исполнительства, но еще и камерной музыки, вот, нащупала там одну запись Oblivion, как бы в комплекте с Эдуардом, да, то есть, как бы такой семейный у вас составчик. А почему, почему такой репертуар? Случайно ли это выбор? То есть, как бы вы, где играете такие программы? Расскажи нам. Где пьет соло звучит? Нет, мой друг, Эдуард вообще, музыкант, очень разносторонний, не в Адараване, он же не только классику играет. У него есть еще клезмерская группа, поскольку он там из Израиля, то есть, клезмер ему близкое направление, и у него есть ансамбль, там еще контрбасист и гитарист, и вот они играют в основном клезмер, но также у них есть какие-то, ну, скажем так, классические эстрады, какие-то приятные мелодии, которые там мы все знаем, и чуть-чуточку джаза. Вот, то есть, основной упор на клезмер, но есть еще небольшой такой микс. Вот, так что он, в принципе, он играет очень много разной музыки, то есть, совершенно не ограничиваясь классикой. Вот, я даже больше скажу, я тоже немножечко с этой группой начала сотрудничать, ну, так совсем мало, вот, но не как пианист, а как певица. Вот, мы провели две репетиции, и я пела одну песню на идиши, вот, которая в этой песне рассказывается о родном городе моего мужа, город называется Белс, это в Молдавии, то есть, он оттуда, и вот есть одна очень известная песня на идиши, которая рассказывает об этом городе, вот мы загорели сделать такой номер, но потом, естественно, случился карантин, то есть, у нас пока что все это как-то так, ну, встало, но получалось очень круто, то есть, мы сделали действительно там переложение для трио, вот, и, то есть, я пою, потом там Идик что-то импровизирует, то есть, мы, в принципе, и занимаемся такими смежными жанрами, ну, для меня это было вообще просто кайфовый совершенно, такой экспириенс, это совершенно несравнимо вообще со всем, что ты делаешь, потому что, ну, потому что это просто классно, то есть, я бы очень хотела это продолжать как-то, ну, я говорю, опять же, из-за карантина все пока что, закончилась на какое-то время, а по поводу Обливия, ну, да, мы вот играем, то есть, мы с ним играли какие-то классические произведения, разумеется, мы и познакомились, собственно, благодаря концерту, что нам предложили сыграть один концерт, и вот я согласилась. какая романтическая история, о, тут наклевывается интересный контент. Слушай, нет, просто знаешь, нет, мне любопытно, вот Обливия, она это как бы очень хорошая запись и все такое, но просто, вообще, вам часто доводится играть вот вместе именно классический репертуар, то есть, помимо твоего вот этого последнего суперэкспириенса, или не очень? Ну, я бы не сказала, что очень часто, но, может быть, это от нас тоже зависит. Я хочу сказать, что вообще все-таки вот семейный дуэт, это не просто все так очень радужно и беззаботно, все-таки у нас такие некоторые творческие споры тоже возникают, и в какой-то момент я даже подумала, вообще, зачем это все надо, да, потому что, ну, в принципе, мало людей, с которыми можно играть, но потом как-то мы нашли все-таки общий язык, то есть, ну, сложно тут сказать, да, вот эту грань найти между личным и между профессиональным. Я знаю, что есть множество пар, да, которые прекрасно вместе играют, и которые успешны тоже на сцене, но есть и такие примеры, которые это не делают, да, то есть, я думаю, что это личная такая вещь, поэтому мы, может быть, не сильно были вот именно активны в этом плане на протяжении последних, ну, сколько там, двух лет, да, как мы поженились, вот, но мы играем часто просто для себя, например, дома, но у нас, в принципе, сейчас уже запланированы какие-то концерты, тоже там серьезные программы, ну, там как Соната Пуленко, конечно, Кларнитова, это все понятное дело, но я, как ни странно, ее не играла, так что для меня это новое произведение, то есть, такие серьезные произведения тоже будем играть, и вроде пока так идет нормально у нас процесс, так что, я думаю, что это, в принципе, будет развиваться, но я, также для меня важно, чтобы не было вот только то, что мы там, скажем, вдвоем играем и все, да, то есть, Эдик играется с другими пианистами, вот с моими друзьями, которые, например, здесь, да, в Германии у него, вот, парочку таких составов тоже есть, с которыми он выступал, вот, опять же, у него есть группа, это Клесмерская, с которой он выступает, я тоже вот играю, не знаю, вот, пожалуйста, Женя играла, да, то, что тебе очень хорошо известно, то есть, я бы не хотела, чтобы это было какое-то вот, только так и никак иначе, да, то есть, Лиза, я понимаю, да, почему, потому что, собственно, вот ты уже сказала, когда лично и профессионально, это иногда такая опасная дорожка, почему опасная, потому что, ну, а вдруг репетиция не очень прошла, ну, как-то так, знаешь, повздорили, а приходите в один и тот же дом, ну, ты там, не знаю, может, готовишь ужин, да, а вот как бы неизвестно, что после ужина, да, как говорится, как бы ужин будет ли он отправлен или нет, ну, плохая, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, почему мне это вообще пришло в голову, потому что у меня много друзей, которые, ну, являются семейными парами и играют именно фиксированные составы, то есть, у них тоже есть какая-то другая, скажем так, камерная музыка на стороне, это прозвучит странно, но, тем не менее, камерная музыка на стороне и камерная музыка в семье, ну, а конкурсные всякие мероприятия, серьезные вещи, которые наработаны, они, конечно, совместно, годами, и вот как раз одна из таких пар, киевская пара, очень любит рассказывать эту историю, что когда репетиция проходит не очень, вот я, ну, скрипач, это как бы муж, он говорит, я сижу и думаю, господи, неужели сегодня отравят, неужели сегодня отравят, вот, так что, да, каламбур в таких ситуациях, безусловно, случаются, Лиза, слушай, ну, вот, говоря о Гамбурге и говоря о Москве, вот скажи, пожалуйста, вот, если я тебе дам такое небольшое задание, которое будет называться топ-5, вот таких вот, знаешь, самых очевидных, ну, сравнений, да, вот, что, например, чего не хватает в Московской консерватории по сравнению с Гамбургом, ну, либо наоборот, ну, то есть какая-то такая сравнительная характеристика там в пределах пяти пунктов, можешь три назвать, можешь больше? Что хорошо, что плохо. Ну, может быть, не обязательно впишусь в эти пять, да, так, если бы ты мне задание сдала, это заранее, может быть, я бы и по пунктам прямо все расскажу. Нет, а тут как раз, как бы, знаешь, экспромт имеет значение, то есть как бы, что сразу приходит в голову? Ну, вообще, несколько вещей, конечно, таких очень важных, да, во-первых, что касается, я думаю, образования в целом, мне все-таки кажется, что, ну, наша русская система, конечно, она гораздо лучше, я имею в виду вообще в целом все это, да, трехступенчатую систему, как училище, школа, училище, консерватория и вообще образование в консерватории. Я знаю, тоже смотрела предыдущие эфиры и в каких-то из них там тоже прозвучало много критики, но я в целом ее не сильно все-таки разделяю. Мне кажется, что в консерватории, имею в виду вот такое базисное, профессиональное образование, очень хорошее. Сейчас я не говорю про то, что, скажем, у нас там вот, нет, менеджмента, по крайней мере, в моем случае не было, да, и мы, может быть, слегка оторваны от жизни, но все-таки, я думаю, что именно что касается музыки, да, это великолепно. По крайней мере, мне повезло с учителями, у меня, ну, по истории музыки были прекрасные учителя, теория музыкальной содержания с Иваном Глебовичем, Соколовым, мы как-то уже есть вот и... Я вставлю небольшую ремарочку. Дело в том, что я с тобой согласна, конечно, хотя вот говоря о музыке, ну, то есть учителя прекрасные, все такое, да, непонятно потом, как это применять, вот этот момент, он всегда меня смущал, но... А камерная музыка? То есть я не говорю об уровне преподавания, уровень преподавания, ну, хотя все равно с оговоркой, да, есть мэтры, но потом все едут в Европу, потому что тут, ну, в Европе преподают хорошо камерную музыку испокон веков. Так вот смотри, вопрос тогда такой, вот в Гамбурге, да, вот уже в высшей школе музыки, по сравнению с нашей консерваторией, вот на каком этапе, я так понимаю, что это буквально с первого курса возможно, а может быть и нет, ты меня поправишь, когда человек, вот пианист, да, в частности, он выбирает вот эту вот дорожку, как бы концертмейстер профессиональный, камерный игрок, там солист, преподаватель, это же сразу идет, это разделение, или оно идет на уровне мастера? Насколько мне известно, это все-таки на уровне мастера, по крайней мере, вот в Гамбурге так, то есть на бакалавр это должно поступать на фортепиано, но вот это как раз одна из тех вещей, которые меня, честно говоря, удивляют в Гамбурге, то есть я не могу сказать прям за всю Германию, насколько я спрашивала каких-то знакомых ребят, это все-таки отличается, но вот почему-то здесь у нас все-таки достаточно печально с этим обстоит, потому что за 4 года бакалавра, вот официально, ты должен сыграть один экзамен по камерам, то есть ты должен одно произведение сыграть за 4 года. Это когда вообще я была, честно говоря, так шокирована. И более того, камеры на ансамбле преподают один профессор, и даже, ну, такие вещи случаются, что там у него просто даже не хватает времени, потому что он там один на всех пианистов и струнников, грубо говоря, да? Вот. Ну, то есть, это такая немножко странная вещь, если честно, я не знаю, как ее объяснить, я, опять же, то есть я не такая большая шишка там, чтобы это как-то решать, но, конечно, если бы у меня было какое-то право голоса, я, конечно, бы высказала его, то есть это очень странно. Но это не только камерного касается, например, нет такого предмета, вот как конскласс, да? То есть я знаю, что многие ребята очень критикуют конскласс, конси, все эти списки бесконечные, бесконечные эти зачеты и прочее, и прочее. Ну, мне кажется, что вообще-то ребята просто не очень понимают, насколько им повезло. То есть я разговаривала тоже с одной подругой, она говорит, мне не нравится работать там с вокалистами, я никогда не буду работать, и зачем мне все эти учила, все эти штуки? Ну, так, мне кажется, что фишка-то не в том, что ты учила эти штуки. Во-первых, как бы это гениальная музыка в основном, все списки по консклассу, это просто шедевры, поэтому, не знаю, по-моему, в любом случае не жалко их выучить. Во-вторых, это не в том плане, кто кем будет работать, но на протяжении пяти лет мы получали вот эту постоянную встряску, что ты должен сесть, освоить новый текст, освоить также, вот не только свой текст, да, вот что важно, ну и в вокальной музыке абсолютно точно в камерной. Текст солиста, как-то это в голове все вместе смешать, выйти и сыграть это, да, и это не учится, что ты одно произведение выучил, или два, это как раз учится на протяжении многих лет, и ты приобретаешь этот навык, во-первых, быстрого обучения этого всего, да, умение работать с этим, вообще просто работать с материалом, и также, может быть, в стрессовой ситуации даже это играть, в каких мы были, вот, например, на наших зачетах, да, но это скорее исключение, но тем не менее, как вариант такой, без репетиции, то есть ты, в принципе, с первого раза можешь сесть уже и сыграть произведение. Я вот тут, например, замечаю, да, извини. Нет, Лиза, ты знаешь, ты совершенно справедливо говоришь, очень так, это не вот эта шкалота, которая тут боится, трясется или наоборот смеется. Я даже себя почувствовала неудобно, но я тебе хочу, как бы, пояснить, в чем сейчас нюансы стоят. Ну, как бы, мы все заканчивали в разные годы, ну, и, как бы, в принципе, уровень тех вокалистов, которые приходили ассистировать этот процесс, он тоже менялся, но, как бы, тут надо прочувствовать момент, что, как бы, когда ты выходил реально играть этот список, могло произойти вот просто все, что угодно, то есть сказать, наверное, раньше люди могли получить сердечные приступы при исполнении этого списка, ну, как бы, когда наступал тот момент, барабанная дробь, и Константинизе говорит, что, типа, там, та-да-да-дам, короче, вам играть не знаю, там, какой-нибудь, там, арию Марфы из четвертого действия, что-нибудь такое, да, вот, как-нибудь лажа, да, и там выходит такая бабуля, короче, ты такой даже, ого, поднесусь, что мне сейчас придется делать, то есть, ну, как бы, сейчас ситуация доведена до абсурда, ну, то есть она усугубилась, скажем так, это было в реальности, а когда ребят перевели сейчас на онлайн, мы-то что обсуждали, что они сидят, записывают, ну, бестолково абсолютно эти аккомпанементы в голове, прокручивая, как бы, типа, воображаемого пикса, то есть, кушка уже где-то рядом пролетает, в общем-то, в этот момент, поэтому, ну, не то, что в защиту, я просто, как бы, понимаю, что просто для наших практических, как бы, вещей, предметов, это, ну, совершенно невозможно, уже подпустили, не знаю, с долгами до следующего года, но, правда, лучше так. Это очень странно, вообще, что ты сейчас говоришь, да, потому что мы тут тоже с одной подругой пытались сделать такой опыт, она певица, и чтобы я ей, как бы, записала арию, да, а она под нее споет, так, это просто ужас, это невозможно практически, я вот как раз во время этого эксперимента, я вдруг и поняла, насколько, все-таки, вот, классическая музыка, она очень сложная, да, то есть, поскольку играет роль не просто, не просто какие-то, я не знаю, там, ну, изменение темпа, еще, ладно, бог с ними, не знаю, мельчайшие какие-то вздохи, на внутреннем каком-то уровне, то есть, синхронизироваться под инфекционированную какую-то воображаемую запись, да, другого человека невозможно, даже если ты играл годами, ну, потому что это как бы одно дыхание, одно помещение, одно пространство должно быть, один космос, как-то, как-то. Совершенно точно, да, потому что, еще там, ну, ладно, когда, предположим, один и тот же ритм идет, ну, например, какие-то речитативы или паузы, то есть, я пытаюсь про себя это пропеть и саккомпанировать, например, и записываю, да, но когда уже я записала, то мне уже самой даже с этой записью пропеть тяжело, потому что, ну, каждый живой человек и каждая фраза, она никогда не получается два раза одинаковых, да, поэтому именно, вот, скажем, куда там вот втиснуть вот этот вот аккорд, который там между двух фраз должен возникнуть, я думаю, что это практически невозможная задача, да, ну, просто как ты можешь это предугадать, и, конечно, когда певица это слушает, она тоже поет как-то по-своему, и все время получается то слишком рано, то слишком поздно, поэтому, я, честно говоря, не знаю, конечно, как сейчас концкласс это все делает, но это просто тогда получается выучить текст, это, конечно, не совсем задача концкласса, да, что именно эта работа с текстом. Как только ты и делаешь, ты понимаешь, мы тут уже два обитых месяца обсуждаем, что как бы овчинка выделки не стоит, то есть смысл в чем, получить зачет, ну, как бы, кому это надо, да, то есть в итоге возмущаются студенты, как понимаешь, они возмущаются по-разному, то есть сначала они возмущаются, что типа, почему же так сложно, почему же нам так плохо ассистируют, как бы, да, за что нам все вот это вот, а потом произошло еще хуже, как бы, и говорят, ну, хорошо, мы уже согласны на тот вариант, потому что так, типа, было всегда, но это хотя бы имеет смысл, ну, да, получил два сердечных приспупа, ну, хотя бы, я теперь опытный, а вот этого, что я записал, ну, кому это нужно, то есть они ругаются, то, что они не получают в итоге, да, должного образования, даже, ну, хорошо, в известной степени должные встряски, по которой уже все соскучились в конечном итоге. Слушай, Лиза, ну, вернемся к основному вопросу, потому что мы можем с тобой это обсуждать просто вечно, значит, с консклассом, с тем вообще, какое отношение в Гамбурге, я поняла, что как бы спектра всех этих предметов нет, да, вот этого всего, вот этого, значит, то, что мы проходим. Очень небольшой, скажем так, да, по сравнению с нами, он весьма небольшой, да. Ну, а плюсы, вот, а плюсы какие-то есть? Ну, плюсы, я бы сказала, они, несомненно, есть, конечно, но, может быть, они непосредственно связаны именно с учебой, но, смотрите, у меня получается такая ситуация, что я все-таки с консерваторией это закончила, поэтому я, в принципе, со своим таким базовым образованием уже приехала, да, то есть мне не нужно было там во время обучения там выяснять, чем отличается, я не знаю, Ренессанс от Барокко, да, то есть, в принципе, я эти какие-то уже информацию-то получила, вот, поэтому я училась на мастере, в основном, у нас там были тоже лекции, ну, разные, были какие-то совсем неинтересные, были такие, ну, более-менее, вот. А вот ты можешь мне просто любопытно, вот так, по памяти просто, что придет в голову, перечислить, что именно было, ну, была спец? Да, была только, у меня спец, а и были еще лекции, вот, и у нас, значит, как я понимаю, это вообще во всей Западной Европе, да, что ты должен эти кредит-поинтс набирать, ну, наверное, слышала, да, то есть ты можешь из существующих лекций выбрать те лекции, которые тебе интересны, их посещать, и у нас обязательно было как? Одно у тебя был такой, вот, ну, модуль, они называются, музыкально-теоретический, и один модуль должен был быть музыкально, как это называется, музыкально-научный, ну, как, музыковинческий, да, вот. То есть музыкально-теоретический, например, что это означает? Ну, это вот, грубо говоря, там, вот, ну, разбираются, честно говоря, сейчас сама запуталась, честно говоря, в чем разница, Но на музыкально-теоретическом было больше акцента на, скажем, на сонатная форма, вот такие вещи, да, то есть там разбирали сонаты Бетховена, например, вот, а на музыкально-научном вот этом, музыковедческом, там, скажем, было просто больше по какому-то конкретному автору, например, вот, семинар по Дебюси, вот, ну, такого плана, это очень общий, да. История, как бы, музыки, ну, такая разветвленная, да, как бы конкретная история музыки и, ну, что-то такое, связанное уже с анализом музыкальных форм, иногда на стыке гармонии, очевидно, да, вот что-то такое. Что-то типа этого, да. И были еще какие-то, надо было выбирать вообще по выбору какие-то предметы, ну, какие-то там иногда попадались хорошие, иногда я просто как-то ходила, лишь бы сходить там, что-то такое, как-то меня, фельденкрайз какой-то, вот эта методика по расслаблению, что-то меня как-то это не проперло, как-то, не знаю, походила я и забыла, ну, как-то вот не пошло, вот. Методика по расслаблению, ввиду вот этих, ну, мышц, как бы, да, или чего? Да, есть несколько техник, и вот фельденкрайз, одна из этих техник, ну, просто я в ней сейчас говорю не потому, что она мне очень понравилась, просто я ходила на нее, чтобы получить эти кредит-порис, но она мне как-то не зашла, вот, просто, как я могу сказать, хотя есть люди, которым она супер помогает, я думаю, что это тоже индивидуальная такая вещь, да, вот, хотя, в принципе, идея, конечно, неплохая, да, потому что очень многие музыканты сильно зажаты, это понятно. Но что я хочу сказать по этим, по поводу этих лекций, с одной стороны, мне кажется, идея, конечно, классная, что есть вот такие возможности целый семестр, например, заниматься конкретно одним автором, да, вот мы говорим, мы занимаемся там опять Дебюси или кем хочешь, да, с другой стороны, опять же, то есть, в моем мнении, когда ты изучил уже всю историю музыки, как мы в консе изучали, да, у нас было там по два раза в неделю, по полтора часа лекции, да, и мы начали там с Древней Греции, я не знаю, с кого, и закончили вот современной музыкой, ну, действительно, четыре года мы изучали это все, да, просто для сравнения. Да, но мы закончили современную музыку, вот об этом тоже очень много споров, знаешь, на каком моменте, у нас современная музыка обрывается просто безумным образом на Шонберге-Берге, понимаешь, и в Эберне, и все, и конец, а дальше уже никого не было, просто никого и категорически никогда, но разве это нормально? Да, да, я знаю, что в вузах Европы... Что? Мы кого-то изучали, типа, типа, даже Десятникова, что-то такое вот у нас было. Подожди, подожди, я поясню, да, действительно, есть предмет, как бы, музыка, репертуар 20-го века, он называется, когда берут вторую половину 20-го века, то есть там уже какая-то есть электроника, там и бульсы всякие, да, и там, ну, короче, сначала с 60-х, а потом начинают... Да, но дело в том, что никто не трогает музыку, как бы, вот, современных авторов, которые поднимаются в топ и, как бы, не дай бог, не дай боже, просто говорить о кроссоверах, каких-то миксах, о перформансах, там, о еще какой-то ерунде, которая, на самом деле, совсем не ерунда, а интересные вещи. То есть я знаю, что в Европе это, вроде бы, уделяется внимание определенное, это так? Да как бы и дай нет, понимаешь, из-за того, что вот эта свобода такая немножко в выборе вот этих всех лекций, то есть ты можешь пойти, наверное, на этот семинар, а можешь и не ходить, и, в общем-то, так же сидеть там на Шуберте и на, не знаю, на Шопене. То есть, в принципе, не сказала бы, чтобы прям как-то сильно тебя заставляют этим заниматься, вот, в общем, не знаю, у меня не случилось такое впечатление, что прям бешеная какая-то в этом плане заинтересованность. Просто я к чему все это вела, да, что на бакалавре, вот, историю музыки, да, изучают, по крайней мере, насколько мне известно, вот, что мне студенты рассказывали, один год лекция один раз в неделю полтора часа. Вот что можно изучить историю музыки за такое количество времени? Они в основном, они изучают Ренессанс, Баха, и, может быть, в лучшем случае они доходят до Бетховена. То есть на этом история музыки обрывается. Вот этот вопрос, как бы, тоже для меня совершенно неясен, потому что, да, если потом делать вот эти вот глубокие семинары по ДБС или по кому угодно, но ты должен иметь общее представление, правильно, да, ты же не можешь просто так с улицы прийти и вот погрузиться в какую-то тему. Вот этот вопрос, мне как-то, честно говоря, немножко непонятен, хотя, я говорю, я сама это на себе не испытала, потому что, в общем, я не училась тут на бакалавре, да. Вот, и вот поэтому как-то я не знаю, честно говоря, как по поводу вот всех вот этих вот базовых вещей, это вот то, что я и говорила, да. Мне кажется, что все-таки консерватория, ну, она все-таки как музыкантов, она нас в какой-то мере делает, конечно. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Я тоже не могу сказать, что мне 100% повезло, и я 100% довольна, да. Вот, но все-таки какая-то база вот эта вот есть, да. То есть здесь, мне кажется, что в Германии этого, это не в такой степени, что ли, да, или как-то у них просто гораздо больше на самостоятельную работу все это предполагается, да, что ты сам сядешь и будешь там изучать эти симфонии. Я думаю, что именно тогда, то есть у них как бы, знаешь, как это время-деньги, то есть они как бы дают тебе возможность с преподом пообщаться, да, как бы там, ну, что успел за полтора часа, там, за определенное количество часов, то успел, а потом, если как бы умный Гансик, да, по шуте в русском стиле, тогда Гансик потом идет ножками и как бы в библиотеке все читает, вот. Да, видимо, так и предполагается, да. Лиза, слушай, а вот такой общий как бы человеческий вопрос, просто любопытный, так, у нас Лиза подвисла чуть-чуть, о, так, отвисла, отвисла. Лиза, сейчас слышно? Вот, смотри, ну, как бы ты уже давно, на самом деле, называется, уехала из Москвы, но все равно возвращаешься. Вот скажи, что-то есть такое вот чисто наше, московское, русское? Почему ты скучаешь, вот, ну, там, может быть, не ежедневно, но так, знаешь, близкое сердце, там, хотя бы три вещи какие-нибудь, вот просто из общей сферы жизни, из жизни вообще? Ой, ну да, конечно, скучаю, да, то есть, ну, вообще, тут в Гамбурге, может быть, в Берлине в меньшей степени, но совсем другой темп жизни, да, я в Москве все-таки родилась и выросла, и мне этот темп близок, в общем-то. Когда я сюда приехала, мне тут казалось, что все такое очень медленное, ну, не знаю, там, в 11 часов вообще, как корова языком слезала, ни одного человека на улице, да, я сказала, где все люди? Я боялась по улицам ходить, да, то есть у меня было какой-то... Алло, слышишь сейчас? Да, сейчас перебои просто какие-то, да-да. Вот, я говорю, что тут просто совершенно другой ритм жизни, это более спокойный, ну, наверное, многие знают, да, что по воскресеньям магазины закрыты, и по праздникам, да, то есть ты не можешь, там, поехать на шопинг какой-то. Это для меня было, конечно, тоже такой шопинг. Я привыкла совершенно к другому образу жизни, и, конечно, сфера услуг, она совершенно другого уровня, да, ну, в принципе, я не знаю, в этом есть и какие-то минусы тоже, да, потому что если у нас 1 января работает торговый центр, для нас это круто, но ведь кто-то должен в нём работать, значит, у людей нет праздников, да, то есть я как бы об этом тоже думаю, да, то есть тут как бы думать с той стороны, что каждый человек должен... ...гораздо более, наверное, сориентирован на вот эту сферу услуг, но мне просто как потребителю это отсутствует, наверное, здесь, вот, потому что тут всё, конечно, всё такое более спокойно, и вообще ритм жизни спокойный, меньше народу, да. У меня это заняло какое-то время вообще привыкнуть к этому, хотя, не знаю, сейчас, наверное, я уже привыкла, в общем-то, да, но это было такой для меня достаточно серьёзный шаг. Хотя, не знаю, я вот такой человек, вроде бы я говорю, что мне много народу нравится, но, например, вот я была в Нью-Йорке и в Токио, и я, честно говоря, для себя почувствовала, что там прям слишком много народу, то есть, например, вот эти вот города, они мне не подошли из-за того, что я почувствовала прям какой-то перебор. Ну, да, да, давит, когда такой очень большой плотный мегаполис. Слушай, а правда, что говорят вот о Гамбурге, в принципе, ты уже сказала, что шоппинг – это, в принципе, ну, такая мекка, в общем, что хочешь пройтись по магазинам – поезжай в Гамбург. И ещё я слышала, что, я не была просто Гамбургом, но в Мелуге в мягких городах, вот немножко не в курсе, слышала, что только у вас очень классные какие-то там рыбные рынки, что вот эта эстетика вообще рынков, она очень какая-то крутая. Вот расскажи об этом, что это такое? Ну, эстетика рынков вообще тут есть, то есть тоже рыбный рынок, ты говоришь, это отдельная история, да, потому что Гамбург – это портовый город, и тут, конечно, много рыб. Просто эстетика рынков, она другая, чем у нас. Они в основном такие передвижные, и они ездят, например, в понедельник он в этом районе, во вторник он в этом районе, вот так. Ездят, вот, то есть как бы палаточки такие, да, ну, как… Как ярмарка такая, да, передвижная. Вот. И если, например, у нас, да, когда мы типа на рынок идём, это дешевле, да, чтобы сходить сэкономить, например. Ну, по крайней мере, как было раньше, да. Вот. Сейчас-то, наверное, уже тоже это, в принципе, ушло как-то в прошлое. Вот. Ну, может быть, там, по крайней мере, в маленьких городах, да, на рынках должно быть дешевле. То тут наоборот. Тут ты идёшь на рынок, ты просто тратишь кучу денег. Вот. Потому что это очень дорого. То есть на рынке, вот на этом вот маркте, да, вот этом передвижном, на нём продают очень часто какие-то, ну, скажем, маленькие предприятия, маленькие фермы, да, вот, и они делают у них своя есть палатка, вот, и они продают достаточно дорого. Это, конечно, вкусно, но это дорого, вот. А что касается рыбного рынка, это просто отдельная история, да. Ну, я, кстати, на нём, несмотря на то, что тут живу уже несколько лет, уже с какого-то там, с конца 12-го года или даже 11-го, я на этом рынке была один только единственный раз, и причина этого, что он работает в воскресенье, ну, где-то вот с 5-6 утра. То есть туда надо тупо идти в такую рань просто, вот, чтобы там вот как бы всё это, ну, посмотреть. Потому что они уже где-то в 8-9, они, у них закрываются. Ну, там действительно классно. Получается, они вылавливают, да, сразу на прилавок, и люди это покупают, сметают, да? Такая, по крайней мере, идея, да. И там, конечно, тоже много людей, там пиво пьют. Ну, конечно, не сейчас, не в карантин, но вообще обычно. Вот. Но я говорю, мне, честно говоря, так в лом всё время вставать к 6 утра в воскресенье. Это просто невозможно передать. Поэтому я говорю, один раз мы туда с мамой поехали, когда моя мама была в гостях, мы поехали там, посмотрели. Ну, действительно, прикольно. Вот. Но это, конечно, как-то очень рано, но просто вот они уже действительно к 8-9 всё распродают. Вот. Так что это такое, ну, как достопримечательность такая, скажем, тут есть. Вот. Но это особая история вот с этим срывным. А вот скажи мне, пожалуйста, а вот, в принципе, досуговая какая-то история. Вот когда там есть возможность, какой-то свободный вечерок, вот как вы с мужем проводите время? Ну, то есть, может быть, какие-то несколько опций. Может быть, входите в театры, может быть, выходите в Эльф Келармани или музыку боксить. А вот на этот вопрос ты мне ответишь через 26 секунд, уже 24, потому что у нас появились часы, мы перескакиваем с тобой в другое диалоговое окно и договариваем. Ладно? А, хорошо, конечно. Это значит, что у нас прошел уже первый час эфира. Быстро! Да, ребят, мы сейчас, мы не прощаемся, мы сейчас продолжим. У нас опять сегодня наш Midnight Loft Online сразу попадает в IGTV, так что первую серию вы сможете посмотреть уже буквально через несколько минут. Вот. У меня на странице во вкладке IGTV. Так. Ну что ж, на чем мы остановились? Мы остановились на прекрасном Гамбурге. Вот Лиза сейчас нам опять присоединится. Какие же там у них еще достопримечательности, какой же там у них досуг, вообще очень интересно. Пишите свои тоже вопросы и комментарии нашей гости. Мы с удовольствием ответим на них. Так, ну и где я? Ну, ты черный квадрат, Лиза. Подожди сейчас минутку. Ай! Сейчас грузится, грузится. Кстати, были перебои с интернетом? Так, дорогие друзья, вы хотя бы как меня слышите? Так, сейчас, Лиза, я тебя вышлю за приглашение, раз не грузится. Так, ну вот у нас начинается первая лажа. Вот такое бывает. Не расстраиваемся. Сейчас, одно мгновение. Угу, угу. Вот. Попробуем еще раз. Да что ж такое, Алиса? Почему меня нету? Ну, тебя нету, потому что, видимо, опять перебои какие-то со связью. Давай еще раз попробуем. Подожди, подожди минутку, подожди, не выключай. Пусть грузится. Такое бывает. Нет, ни в какую. Не знаю. Давай я сделаю, что я это закрою и еще раз попробую. Сейчас, не высылай мне запрос, я сама тебе его вышлю, подожди. Так. Ну что ж. Бог любит троицу. Вот так на самом интересном месте мы можем опять с вами не узнать, чем же история закончилась. Будем мучиться всю ночь, так не годится. Да. Не видно, но слышно. Да, вот интересный вариант подкаста. Лиза в варианте подкаста. Нет, это смех смехом. Формат-то очень модный. Друзья, надеюсь, что вы уже как бы потираете руки, потому что вы нашли замечательный город на планете Земля, куда бы вам хотелось отправиться. Это, конечно же, просто знойный городок Гамбург, потому что там и культурная жизнь процветает, и сколько там потрясающих магазинов, сколько там потрясающих рынков, сколько там потрясающих достопримечательностей, кирк вообще-то. Ой, фантастика, а не город. Мне так это все расписывали, что я уже просто готова хоть сегодня отправиться. Ну, конечно, невозможно, но очень бы хотелось. Ты что ж такое, слушай. А, вот, наконец-то. Лиза, не ругайся, все в порядке. Извините за поддержку, не знаю почему. Да, ну, хорошо, теперь вид, да. Да, бог любит троицу, видишь, как... Как с досугом вы поступаете? Вы ходите в Эльфилармани, в театры, куда вы? Как вы там вообще развлекаетесь? Ну, ходим, конечно, да, но в Эльфилармани там, в общем-то, туда не попадешь. Да, то есть если друзья какие-то не играют, это такое место... Просто билеты туда купить очень сложно. Мы туда ходили в основном, когда приезжали друзья моего мужа из Оркестра Музыка Этерна. И они нас туда все время проводили. Вот. Один раз Гергик приезжал, там тоже играет друг моего мужа в Баринке. Так что вот как-то у нас так, когда друзья могут провести, тогда мы ходим. Вот. Ну, так еще, конечно, стараемся, да, какие-то концерты. И, в принципе, конечно же, есть какая-то культурная жизнь и даже интересная. Разные всякие мероприятия. Вот. А вот про двух, я не знаю, там, поездки на велосипедах. Вы вообще как? Вот ваша семья из двух человек? Вы занимаетесь там спортом? У вас активный образ жизни или нет? Как вообще? Ну, мы как? Занимаемся, конечно, но мы занимаемся в клубе, да. То есть у нас, ну, как фитнес-центр, который сейчас тоже закрыт. Вот уже второй месяц, если даже не больше. Вы занимаетесь сейчас, во время самоизоляции, вы занимаетесь дома. Кто из вас тренер вашей команды? Занимаемся мы так вообще еще хуже, чем музыкой вообще. Это просто кошмар, да. Это мы что-то распустились на самом деле. Вот. Так что, нет, что-то у нас спортом немножко заглохло, к сожалению. Это нужно признать. Мы вот ждем, что как-то, когда фитнес откроется, то будет, ну, как бы повод туда куда-то сходить все время, да. Вот. А так, парков, конечно, здесь очень много, и в этом плюс. То есть это очень зеленый город. И у нас даже вот из балкона маленький парк. Прямо вот выходят окна на такой, на зелень. Птички там поют. Даже вот во время изоляции. То есть в Германии-то можно было выходить, да, на улицу? Не было такого, что нужно прямо сидеть. Вот. И мы очень много гуляли, и там как-то вот так пойдешь как бы налево, мы приходим к речке, пойдешь направо, мы приходим к такому большому городскому парку. То есть, в общем-то, куда ни иди, очень много зелени. В этом, конечно, плюс. И красиво. Ну, тоже, наверное, все там видели фотографии, если кто вживую не видел, что много вот этой вот сакуры. Я даже не знаю, как она называется, да, но она выглядит как вот эта японская вишня вот эта. Она тут тоже цветет. Ну, да, это сакура, ну, как бы цветущая вишня в любом случае, 5 лета сакура, хотя, может быть, там тоже такой сорт какой-то подобный есть. Да, конечно, очень красивые сады. Лиза, слушай, а вот такой неожиданный поворот, все-таки вот эта вот история с Ютьюбом, она меня очень глубоко затронула. Я как-то на медне видела твой просто прощипательный слезный пост, о том, как у тебя случился, я не знаю, первый, не первый опыт, наверное, все-таки не первый нарезание вот этого контента, что какие там редакторы, вот этот весь сумасшедший дом, через который ты прошла для того, чтобы создать этот дом. Дом, реально. Вот, ты знаешь, мне очень интересно, потому что я же ведь тоже пользуюсь разными там софтами, я понимаю, о чем ты написала, что бывает разная вот эта вот ориентация, то есть разрешение, все на свете, и эти настройки мне надо, во-первых, разобраться, во-вторых, для каждого гаджета свои, для каждой платформы тоже свои. Так чем же дело закончилось? Ты в этом разобрались, теперь разбираешься? Нет, разобрались с горем пополам, да, но дело в том, что я отношусь таким, как сказать, вот, нелюбителем компании Apple, да, то есть я идейный противник компании Apple вообще, вот, а мой муж, наоборот, нет, он, у него все вещи, когда мы познакомились, у него все были Apple, вот, я, ну, не знаю, это совершенно не мое, вот, и я считаю, честно говоря, что цены их совершенно очень закручены, невероятно высоки, и более того, интуитивно их система мне не очень понятна, поэтому у меня, в общем, никогда не было никаких этих Apple, так вот, в чем фишка, да, что когда у меня был просто Windows обычный, у меня там были какие-то софты еще, когда я на конкурсах много участвовала, нужно было там нарезать видосики всякие, отправлять там, ну, известная история, да, и как-то это все у меня ловко получалось, хотя, конечно, Windows, он виснет, тут бывает, такие вещи, вот, и когда я задалась этим вопросом, как мне вот имеющееся видео там обрезать, чтобы вставить себе на YouTube, получилось так, что на этом Apple там, в общем, ничего не получается, потому что там надо либо покупать какую-то дорогущую программу, вот, либо те программы, которые у меня работали на Windows, они не работают на Apple, да, в общем, ты тыкаешь туда, куда, в общем, я реально, мы сидели целый день, по-моему, вот, потом как-то, в общем-то, разобрались в итоге с горем пополам, получилось, да, но это был такой сложный опыт, я бы сказала, в общем, не знаю, причем, что у нас классный вот этот Apple-ский компьютер, там, как он называется, MacBook, нет, MacBook это маленький, да, в общем, у нас и маленький Apple, и большой Apple, и все, и ни на каком из них не получалось, вот, я уже была очень злая, так что это, в общем, была такая для меня проблема, вот, вот, ну, именно на данный момент, может быть, поскольку я не участвую больше в конкурсах, может, это для меня в меньшей степени сейчас играет прям огромную роль, вот эти все софты, вот эти все программы, хотя не знаю, почему нет, всегда могут понадобиться тоже, вот, ну, да, это будет. Ну, выкладывание контента на вот эти все онлайн-платформы, то есть, помимо YouTube, ну, вот, при наличии дисков, да, народ, ну, записывался на каких-то лейблах, да, очевидно, у тебя же тоже, ну, есть же такой опыт, то есть, сейчас же это все прикручивается к, там, Apple, ну, iTunes, да, эти Apple Store, там, Google Play и так далее, там, масса Spotify и так далее, так далее, так далее, вот, у вас, как бы, с супругом есть такой опыт, как бы, размещения своих записей в таких сетях или нет? Нет, мы пока что ничего не размещали, то есть, это на самом деле такая очень долгая и пока что не очень хорошая история, потому что как раз у меня накрылся сейчас, то есть не полностью накрылся, но отменился мой диск, запись моего диска, которая как раз должна была быть вот в апреле, там все очень серьезно должно было быть, в хорошей студии, там, звукорежиссер, вот, и из-за карантина это все перенеслось, вот сейчас вот пока что на июль это перенеслось, все дело. Я вообще надеюсь, что это хотя бы в июле состоится, потому что мы уже даже два раза уже переносили, и там никак не получалось. Вот. И это, в общем-то, будет мой первый опыт, по большому счету, именно вот с этими вот, со всеми онлайн-программами. Я знаю, что как-то можно это все тоже делать, и даже мне там один приятель какой-то там ну как, высылал, как это конкретно можно сделать, просто свои записи, скажем, даже без лейбла, как-то их можно выставить туда. Я знаю, что это возможно вроде бы, да. Но, если честно, я этим не занималась пока что. То есть вот я как-то только ютубом занималась, и все. То есть вот когда, дай бог, выйдет диск, и я тогда расскажу, как это делается. Да, слушай, Лидия, ну ты такой общительный человек, вот аудиторию не даст соврать, но просто тебя не остановить. Ты такая энергичная, вот. Это такая, нет, серьезно, это такая редкость вообще в жизни, а в этих онлайн-новых окнах так и подавно, потому что все уже такие полумертвые, полуисползающие с постели, вот. А вот ты такой прямо живчик-энергайзер. Слушай, а вот не приходило ли тебе в голову, может быть, за такое самоизоляционное время, что музыкант, он же, ну, как бы интересная личность, ты как никто это знаешь, как бы много ездит, да, ну, то есть у тебя это тоже, разумеется, знакомо очень хорошо, много стран, много каких-то обычаев, интересных людей, ну, масса каких-то странных и страшных, смешных и веселых историй. Вот я в последнее время стала подбивать тот народ, потому что, ну, как бы, у нас действительно какой-то уникальный есть опыт. Может быть, надо какой-то запустить свой такой там влог или блог, ну, там, рассказать просто аудиторию, какие интересные фишки происходят в нашей жизни. Вот тебе такое не приходило в голову? Мне это постоянно приходит в голову, но у меня какие-то такие, своего рода, психологические какие-то барьеры есть. Я вот вообще не знаю, так вот можно поделиться с аудиторией тоже. У меня, с одной стороны, я как бы не буду, конечно, скрывать и там сложно скромничать. Мне очень приятно внимание, когда мне оказывают внимание и там хвалят и, скажем, там, восхищаются вот в этом плане. Ну, я думаю, это любому человеку приятно. Конечно, мне это все очень приятно, и когда начинают меня расспрашивать о чем-то и прочее, да. Это вот как бы с одной стороны, а с другой стороны, я вдруг вот поняла, что я какой-то очень, то есть, я бы сказала, какой-то даже в чем-то замкнутый, что ли, человек, я не знаю, как это объяснить. То есть, у меня как-то вот сочетается вот это вот желание, ну, скажем, назовем это к славе такой, да, ну, очень образно говоря, с каким-то таким нежеланием раскрывать, может быть, свой, не знаю, свою жизнь, что ли. Ну, вот я даже просто как пример, да, вот я говорю, что, например, когда я вышла замуж, я не постила ни единой фотографии вообще, не дай бог. То есть, вот я не знаю, мне было это настолько вот против меня почему-то, хотя, по большому счету, все, да, там, ну, я не знаю, все-таки свадьба, вообще у нас со свадьбой там еще была история, вообще как-то не хотела вообще никакую свадьбу. Я думаю, давай просто пойдем там расписываемся, то есть, чтобы вообще ничего не было, ну, потом у нас все-таки были там совсем близкие, ну, родственники. Мне даже вот этого не хотелось сделать, почему-то, я не знаю, как-то вот у меня это было против меня. И вот даже, например, с кроликами, да, у нас вот такая история вот произошла, да, во-первых, у нас вот кролики, да, плюс у нас же родились маленькие кролики, да, у нас из вот таких вот маленьких вот комочков, вот этих вот сосисочек, у нас выросли реальные классные кролики. И у меня фотографии, понимаете, у нас просто миллиард, потому что, ну, их все время фотографировали, потому что они такие были классники. И вот, в принципе, я понимаю, что это мог бы составить, даже отвлекаясь сейчас от музыки, да, то есть, например, это мог бы быть такой интересный контент, и люди делают, в принципе, ну, смотря правде в глаза деньги на это, да, потому что они действительно запускают эти все, поскольку я такой любитель кроликов, я подписываю на всех кроликов в Ютубе, вот. Поэтому я, в общем-то, вижу, что люди делают много всего с кроликами, и в принципе, ну, наши кролики не хуже, да, особенно вот, например, то, что они родились и как они росли, и все это дело. Но я вот реально, я ни единой фотки не выставила. И даже когда я запустила вот этот Инстаграм свой, я думаю, надо выложить кроликов, надо выложить кроликов. Вот веришь, у меня, по-моему, две недели заняло времени, чтобы просто... психологически как-то свыкнуться с этой мыслью, что моих кроликов сейчас я покажу вот людям. Я не знаю, почему, но вот это моя какая-то личная такая вот вещь, я вот не знаю, как-то вот, я смотрю по-другим, у всех как-то это легче происходит. Не знаю, но это, наверное, просто какие-то такие личные какие-то качества, которые вот, ну, просто они есть, и все. Конечно, иногда это, видимо, играет даже в минус мне, да, потому что я бы, может быть, могла бы как-то себя больше, ну, продвигать, что ли, в этом медийном пространстве, вот то, о чем ты все время говоришь, что ли? Ну, я, господи, я надеюсь, что я не все время об этом говорю, я одну, я часто об этом говорю. Слушай, Лиза, нет, просто у меня тогда непроизвольный вопрос. То есть ты сейчас такую, как бы, ну, раскрыла нам страшную тайну, насколько сложно тебе это дается психологически, что у меня просто непроизвольно вопросы возникли. А как бы кролики были в кадре вот здесь, в Midnight Loft Online. Кролики уже прославились, потому что первая часть уже как бы запущена в IGTV. Кролики уже популярнее, чем мы с тобой, если что. Вот. В эту самую сегодня. Но самый главный вопрос. Будучи вот таким вот, как бы, психологически навороченным человеком, как же ты согласилась выйти вот в эти диалоговые окна? Чего тебе это стоило? Сколько ты сидела в медитации при тем, как оказаться здесь? Нет, как-то вот это как раз нормально. Мне вот как-то комфортно с тобой. Я посмотрела другие эфиры, и я даже сразу подумала, что было бы клево, если бы вот ты меня тоже пригласила. Я тебе даже сказала, что я хотела тебе сама написать и попросить, чтобы ты меня тоже пригласила, но как-то, не знаю, как-то думаю. Ну, вот мне приятно было, что, в общем, ты мне написала. Не знаю, вот это мне как-то, не знаю, вот мне сейчас комфортно. Да, может быть, в таком формате мне как-то нормально. Вот. Ну, как это получается? Знаешь, у нас называется наши окна как бы с хэштегом лофтерапия. То есть, по всей видимости, ты сейчас, значит, проходишь испытания вот этим вот онлайном, а потом завтра того и гляди, возьмешь ты своих роликов и скажешь, ребята, пора работать на камеру и поддерживайся хорошим контентом. Причем, знаешь, наверное, самое классное, знаешь, это как «все любят котиков» есть такая устойчивая фраза в интернете, а мы ее перефразим «все любят кроликов». И ты сядешь за рояль, и вот такие кролики, как бы, всем приятно, и визуально, и как бы практически так сильно. Ну, это вообще да, это прям такая идея ты мне сейчас подала, да, то есть, как бы, музыкантов-то много, и пианистов тем более, да, а вот с кроликами-то вот это что-то такое. Лиза, нам такой комментарий написали, психологически навороченный человек, запишем цитатник, это я такую первую тут выдала. Я уже выдала, да, ссылка. Ну, тут на самом деле меня разбирают на цитаты вместе с гостями только так, просто расхватываю. Ну, ты очень позитивная, ты знаешь, вот у меня вот эта твоя история со спортом, она просто меня тоже, честно сказать, тронула до глубины души. Почему? Я тебе расскажу свою короткую историю. Когда я была, ну, такая маленькая девочка, 14-летная, такой тинейджер, короче, да, такой пацан свой в доску, у меня были друзья такие, подзаборные мои друзья, которые там на скейтах туда-сюда, там колени в кровь, там голова в хлам вместе с руками, все-таки. И я так на это все дело смотрела, так с опаской, я все не нравилась, ну, так пару раз на скейте я проехала, вот, ну, неважно, с переменным успехом было. Значит, суть была в чем? Что вот с тех самых времен интересная история о Гамбурге и о тех возможностях, которые он открывает, значит, те, которые мы с тобой забыли перечислить, а именно серфинг. Говорят, что это какой-то просто рай для серферов, и туда приезжает просто вся элита вообще от этого серфинга, что люди там через одного реально, значит, серфингисты. Вот ты как на себе это уже прочувствовала или нет? Ой, ну, вообще-то, если честно, я на серфе один раз в жизни только каталась, и это было вообще в далекой Индии, мы там были с Ариным Притчином, вот, и меня, нас повезли на этот, ну, на пляж, вот, и там я скатнулась на этом серфе, то есть моя история вот этим закончилась, вот, но у меня получилось, в общем-то, встать на волну, вот. Что касается здесь, то, как бы, в Гамбурге-то нету, в самом Гамбурге нет моря, да, но оно есть рядом. Да, нужно выехать. То есть, в принципе, это вот как раз, например, город Любок такой, да, он ближе гораздо к морю. Ну, от Гамбурга ехать на поезде где-то полтора часа. Но для меня это, поскольку я из Москвы, и мне до ближайшего моря ого-го, да, то есть мне кажется, что это очень близко. Ну, рядом, мне тоже так кажется, понимаешь, рядом. Да, поэтому я вообще это очень люблю, это для меня, может быть, такое даже самое любимое времяпрепровождение. Кстати, вот ты спрашивала, да, по поводу парков и что-то такое, я не сказала по поводу моря как раз, да, что тут действительно есть возможность, в принципе, сесть на поезд и доехать до моря. Ну, это, опять же, не две минуты, но, тем не менее, это реально. И там, да, там занимаются, значит, этим серфингом, причем как, например, вот один раз я была в марте там на море, и пошел снег, то есть был такой март, ну, начало марта, но очень холодный. Вот, и я, значит, вышла погулять, вот, и такая жмусь, короче, от холода, от ветра. И тут, короче, два чувака в таких вот черных костюмах, вот полностью в таких, да, которые полностью облегают, с этими досками, ну, реально, прямо снег идет. Вот, я даже не поверила, что они будут делать. Они реально подошли к морю, залезли в него и пошли на своих этих серфингах кататься. То есть мне там даже было на них смотреть холодно, да, вот. Ну, и вот такие вот северные парни, видимо. Так что вот там, да, катаются, но вот как-то пока что у меня это что-то как-то не пошло после вот Индии, после того единственного раза, вот, хотя ощущение, кстати, прикольное. Вот, ты знаешь, что я, кстати, сейчас вот думаю, просто ты еще какое-то время назад задала вопрос про положительные, про отрицательные стороны. Получается, что я только сконцентрировалась на процессе обучения. А что я хотела сказать-то положительного, да, что, ну, как бы, что, может быть, это тоже информация будет интересна, да. В основном, почему, в принципе, и в Германии тоже привлекает столько музыкантов, да. Вот, ну, как это не банально звучит, тут все-таки реально музыкой заработать деньги, вот. Поэтому я думаю, что это такой большой магнит для многих. То есть, ну, просто вот для примера, да, то есть тут есть такая возможность просто написать имейл или позвонить, даже не обязательно, что кто-то за тебя должен что-то говорить и какую-то делать протекцию, а просто, например, самостоятельно проявить инициативу и получить там, например, концерт за 500 евро, да. Да, вот, то есть вот если у нас сравнить, да, то есть это сравнить, там, с 40 тысячами. Часто ты получаешь вот такие концерты, просто написав, там, вот, имейл. А тут, в принципе, есть эта возможность, да, потому что есть очень много, ну, кроме филармонии, есть полно каких-то, ну, частных организаторов, каких-то замков, там, я не знаю, церквей, еще каких-то там, ну, клубов, я не знаю, чего угодно, да. Да, и самое интересное, что это не какие-то там, ну, задворки мира, да. Чаще всего там стоит реально нормальный рояль, ну, да, может быть, это не Стэн Вейдэ, но какой-то рояль, на котором можно играть, то есть, в принципе, ты приезжаешь в нормальный зал, тебя приходит нормально слушать, и тебе еще платят за эти деньги, да, за твою работу. Вот, это, конечно, такой, ну, это действительно большой плюс, я бы сказала. Конечно, тут тоже много всяких нюансов, это не то, что мы тут сидим, да, и как бы каждый день ты пишешь один имейл, и у тебя каждый день концерт. Такого, конечно, нет. Вот. Но я имею в виду, что, в принципе, что такая возможность, в принципе, есть, это, конечно, очень большой плюс. Вот то, чего мне, наверное, не хватало в Москве. И я, как понимаю, вот сейчас это, в принципе, и не сильно так сильно развито, то есть, ну, до сих пор. То есть, вот такие люди, как ты, да, вот, Алис, ну, это тоже, как бы, пока что единицы, да, то есть, ты даешь, как бы, нам площадку, да, то есть, всем, вот, например, людям, которым, грубо говоря, да, не хватило места в московской филармонии, нам есть возможность хотя бы где-то, в принципе, да, я знаю, это больной вопрос, по-моему, для многих из нас, вот. Но вот такую вот, кстати, монополию, вот, которую делает филармония, я тоже не нахожу это хорошим, да, вообще, как, в принципе, в любой области монополия, она, видимо, не очень хороша, и в искусстве в том числе, да, то есть, например, в Германии такого вообще не существует. То есть, эльпская филармония, вот эта знаменитая, да, это не концертная организация сама по себе. То есть, любой человек может прийти и снять там зал, да, и это, в принципе, происходит. Существует множество вот этих концертных организаций. То есть, есть, конечно, самые крутые, то есть, например, в Гамбурге эта организация про арты называется, вот там Чичили Бартель у них выступает, вот такие звезды, да, вот. Это как бы одно, да, одна история. Другая история – это какие-то более мелкие какие-то агентуры и прочее, да, но, тем не менее, они все как бы конкурентоспособны, они все снимают эти залы, проходят концерты, и, в принципе, на них приходят люди, вот. Вот, и это я только вот говорю про, скажем, филармонию. А есть еще куча каких-то других организаторов, и, в принципе, они тоже все нормальные. Вот я думаю, что вот в этом вот это, конечно, большой плюс. Ну, понимаешь, как бы, да, Монополия, она очень нехороша здесь, но мне что не нравится, то, что по сравнению с Европой, ну, как бы это даже не критика, да, там это не, как я говорю, не метеорит в огороду московской филармонии, это даже не булыжник, а так просто, ну, так отметим, что камерных залов, относящихся к филармонии, не относящихся, и, в принципе, качественных очень мало. То есть то, что вот есть в лофте, ну, ты не дашь соврать, там есть акустика, там есть хороший, как бы, инструмент, да, который позволяет, в общем, творить уже большую часть добра. Так вот, даже вот эти вот минимальные, как бы, эти минималки, они предоставлены далеко не везде. Другой вопрос, что вот в Гамбурге и вообще в Германии в целом, я понимаю, насколько развита эстетика салонов, да, как таковых. То есть это могут быть те же самые библиотеки, которые используются в Москве, да, ну, в Москве библиотека, например, если скажи, библиотека Юргенсона, тут у всех пройдет мороз по коже, потому что все моментально понимают, о чем я говорю, да, что там просто убитишь и рояль, вообще камня на камне нет. То есть это может быть даже не их вина, это, опять же, не в обиду им сказано, а просто, ну, по факту, да. И таких залов очень много, ну, с отсутствием каких-либо нормальных условий. И вот в Европе, и в Германии, в частности, даже домашние концерты, ты понимаешь, Лиз, даже в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, да, когда все будет расхлопываться, ну, очень постепенно, потому что у меня друзья живут в Германии в разных городах, и в Ганновере, и в Берлине. И как бы, ну, у менеджеров, у продюсеров, у артистов, ну, тяжелое настроение, потому что говорят, ну, реально массовые мероприятия вернутся прямо вот, ну, честно скажем, ну, вот не завтра и даже не через, там, пару-тройку месяцев. То есть пугают другими совершенно, ну, интервалами. Нет, да. А значит, что мы можем, как бы, верить только в какие-то, ну, гостиные, да, такие вот, скажем так, когда, знаешь, я всегда привожу пример, что бабуля с бриллиантовыми ушами, с бриллиантовыми сережками, да, как бы будет приглашать там своих подруг, как бы на такой сабантуйчик, вот, к себе такой, значит, там, не знаю, домик. И там можно, как бы, заработать, поиграть и сыграть концерт, почувствовать себя вообще человеком, почувствовать себя артистом, да, чтобы не загнулась культура, не загнулась искусство. Ну, это у вас так. А мы что будем делать? На рублевку мы так просто не попадем. Там в другой континент. Меня это тоже, задаю себе этот вопрос, да, а что делать-то? Да, ну, как бы, получается, что, к сожалению, ну, не знаю, что, вот, как бы, я один из этих примеров, да, который, получилось, что я, вот, ну, не осталась в Москве, да, ну, это я не единственная, да, то есть, получается, что приходится, ну, как-то выживать-то надо, да, вот, хотя я, в общем-то, не чувствую, что это прям какое-то бешеное достижение, там, да, жить за границей, это, в принципе, обычно, да, важно на сегодняшний день. Но просто действительно получается так, что в какой-то момент в Москве я почувствовала, что, ну, вот этой вот возможности для какого-то творческого развития нет, ну, либо нет, либо она очень ограничена, да, вот. Тебя тогда еще не было, вот, когда я заканчивала. Ну, я никогда не было. Низа, понимаешь, я все поняла, но дело в том, что, вот смотри, передо мной тоже после аспирантуры, в общем, стоял такой выбор, то есть, я заканчивала аспирантуру уже как камерный игрок, ну, соответственно, я была полностью нацелена на камерную музыку, и тем более, как бы, ну, мы выиграли ряд камерных конкурсов, да, с ансамблистами, причем таких серьезных очень, и когда мы вернулись, ну, вот, ничего не было, по камня на камень, то есть мы, как бы, подали вот эти вот заявления, типа, филармонию, что мы, там, хотим стать артистом филармонии, ну, и, в общем, это все закончилось, как бы, естественно, ничем, то есть даже были разговоры, то есть это не то, что, да, как бы, письма написаны в никуда, и просто вот это мои догадки, нет-нет, как бы, все было вполне, как бы, в каком-то режиме, в общем, даже диалога, ну, просто работники разводят руками и говорят, ну, нет у нас такой опции, то есть открытый текст, но у нас нет камерной музыки, то есть камерная музыка, это когда, там, даже самый лучший пианист, даже самый лучший скрипач приехали, у них 15 минут репетиции, вот они играют в концерт, ну, Лиз, ну, как мы понимаем, да, как бы, то есть никого не обижая, вот это есть камерная музыка, и все, и точка, это не подлежит обсуждению, вот у нас так, все, конец, и в этот момент просто, понимаешь, вот, опять же, дилемма стояла, что ты, ну, то есть я могла уехать за рубеж, но почему-то, да, вот я подумала, блин, такого же не бывает, вот хочется попробовать что-то сделать своими руками, то есть, ну, находясь уже, да, вот на позиции все-таки человека, который, ну, не вчера закончил, да, уже как-то мозги немножко так вот, ну, тоже подросли, и ты думаешь, да неужели ничего невозможно, может быть, это как бы не те люди этим занимаются, может быть, им это просто неинтересно, потому что на тот момент справедливости ради, ну, хорошо, были у меня какие-то знания, хорошо, это уже был, ну, не ноль, конечно, но было страшновато, и было непонятно вообще, с чего начинать, сейчас иное дело, ну, тоже, ну, ты видишь, какие вызовы, которые бросают жизнь, да? Нет, слушай, твой проект, это вообще, на мой взгляд, это просто украшение вообще концертной жизни, я бы только была бы рада, если бы еще какие-то, да, нет, ну, если бы вот такие творческие инициативы, они становились бы больше, еще как-то развивались, но мне кажется, что вот есть позитивный тоже, да, в этом плане какой-то позитивное движение, даже вот ты сама сказала, я смотрела твою беседу с Гарри и с Тамарой, да, Еприкян, и ты вот там говорила, что возможно после этого кризиса какие-то, не знаю, назовем их условно, филармонии, работающие по старому режиму, они просто коллапсируют, потому что они вызовы вот этих вот новых технологий, они просто не смогут принять, потому что они совершенно работают по тем параметрам, которые были там, не знаю, 50 лет назад, так что, в общем-то, я думаю, что в этом плане, то есть я, конечно, не какой-то там злой злодей, который желает, чтобы все развалилось, но мне кажется, что, может быть, вот если в этом направлении пойдешь, и действительно уже сама жизнь нам скажет, что старые направления работы, они уже не действуют, да, что вот надо действительно вот таким вот молодым, вот как ты, да, которые вот чего-то пытаются новое сделать, какие-то инновации, как-то нести музыку дальше, и дают действительно площадку людям, то есть без всякого там блата или упаси Боже чего, да, то есть, в принципе, ты можешь действительно прийти и высказаться, да, вот это же самое главное, без каких-то там дополнительных еще там тысяч миллионов каких-то условностей, да. Да, то есть как бы мы на самом деле вот в этой вот менеджерской, продюсерской истории, ну, как бы уперлись в какой-то момент, я надеюсь, что это рассосется, да, как-то, но был действительно такой вот уже момент, знаешь, такого элемента, ну, точки невозврата, когда ты уже просто вот заходишь, да, в заведение, и ты понимаешь, что тебе откажешь, что бы ты ни сказал. То есть ты как бы уже отойдешь вот просто, потому что ты целеустремленный, потому что ты просто вот привык уже ломиться, да, вот везде, ну, потому что ты как бы за идею. Ну, а где-то на подборке ты понимаешь, что прям вот, ну, конец уже, да, вот на невозможности постоянно сражаться. И вот эта ситуация, которая произошла, я действительно говорила эти слова, и действительно как бы, ну, я даже в шоке, чтобы я это запомнила, потому что... Мне действительно понравились эти идеи, да. Ну, ты понимаешь, что там идея, что они настолько непрогрессивны, то есть, как бы, скажи им, там, ладно, бог с ним с этими онлайн-технологиями, это, наверное, вообще кучеряво и сложно. Ну, элементарные вещи, которые существуют уже лет 20-30, ну, я не знаю, с тех пор, как просто появился первый компьютер, знаешь, а они там печатают еще на печатной машинке, у меня такое ощущение. Это такое сметое. Поэтому, да, это, конечно, вообще дорога в неизвестность. Но я тебе очень благодарна за поддержку и добрые слова, потому что, знаешь, вот казалось бы, да, но для меня вот этот фидбэк, он очень важен, то есть, понимаешь, вот какие-то такие моменты тяжелой биографии, я просто вспоминаю, что друзья, лофтеры, участники, музыканты, где бы они ни были, они же называются со мной, понимаешь, что это вот плечо, оно ощущается, поэтому я тебе очень благодарна. Ну, мы тебе тоже все благодарны, я думаю, что это для всех, кто участвовал в проекте, это тоже очень важный такой, важный составляющий жизни, скажем так. Ну, я не только участвовала, когда у меня есть возможность, я и приходила послушать, вот. Нет, только у меня есть что вспомнить, да, есть что вспомнить. Слушай, Лиза, а вот по поводу воспоминаний, ты знаешь, вот я не знаю, почему, и может быть, я сейчас ошибусь просто на километр, мы с тобой никогда это не обсуждали, вот не дашь соврать, но у меня почему-то такое предчувствие, опять же, я прошу прощения, если я сейчас очень сильно ошибусь. Вот как ты относишься к такому искусству, как, во-первых, живопись, а конкретнее сюрреализм, вот, близок тебе? Да, ну, конечно, в принципе. А, ну, я все-таки угадала, потому что, ты знаешь, вот этот весь период, ну, понятно, что это полный сюр, то, что происходит в известной степени, и это заставило меня, ну, какой-то, видимо, момент просто уже отчаяния, я опять подняла, вот, как-то в памяти, решила насладиться любимыми своими полотнами, там, из Альвадора Дали, и Эрна Петрита, вот, вот, что ты скажешь на этот счет? Вообще, как бы, ты, ну, может быть, не конкретно эти художники, может быть, что-то другое, кто-то другой, что-то такое тебя воодушевляло из других, вот, как бы, опций искусства? Или... Живопись, без сомнений, меня и воодушевляла, и продолжает воодушевлять, то есть, как раз это то, что я очень люблю, пожалуй, ну, да, живопись я бы могла назвать, и сериализм, конечно, без сомнения, тоже, вот, и... Говорить, допустим, о тех галереях и тех городах, которые ты посещала, и, ну, как бы, и посетишь еще в будущем, я надеюсь, мы все посетим, а, ну, когда там ездишь на концерты, то есть, если тебе удавалось что-то такое, вот, что сама было запоминаешься, какой, может быть, музей ты назовешь, вот? Ой, слушай, ну, я же ненормальный в этом плане человек, я все, что могла, я посетила, я вот, пожалуй, только как-то из-за того, что была занята там на конкурсе в Нью-Йорке, я не сходила в Метрополитен, в музей, да, то есть, в оперу сходила, в музей не сходила, но это исключение какое-то у меня, а так я была уже много раз и в Прадо, и в Лувре по много раз, и, не знаю, где там еще и в Вене, в этой гемальдегалерии, ну, короче, везде, где я могла, везде сходила, там, да, и в Лондоне. А какой у тебя самый любимый музей? Ну, пожалуй, любимый, как ни странно, у меня музей в Берлине, гемальдегалерии, я тоже была там очень много раз, и мне очень нравится, как оно устроено, там как-то вот очень понятно, там такое в плане круглое здание, и входишь вот в него, и ты как бы если идешь направо, ты идешь через северную школу, то есть, ну, там, например, Дюрер, там, я не знаю, Босх, Рогер Вандервейден, и дальше там доходишь, в конце этого круга, там, Рембрандт где-то, вот, приблизительно так. А если ты входишь, идешь налево, ты идешь через всех итальянцев, ну, то есть, через Тициана и прочих там всех, Рафаэля, ну, и у меня. Ух ты, как здорово придумали. Ну, да, то есть, можно как бы выбрать, что у тебя сегодня настроение, как пойти, вот, и действительно, мне очень нравится этот музей, я даже там, мне кажется, уже некоторые картины, я вот даже помню, как они, вот, физически висят там, да, вот, в каком месте, или чем они окружены, и вот, как-то у меня, вот, они уже отложились в голове, да, вот, пожалуй, я бы его назвала, может быть, из-за того, что все-таки я живу здесь недалеко, и я бываю относительно часто, конечно, в Берлине, ну, не то, что прям, разумеется, каждый день, но когда бываю, стараюсь тоже там побывать, вот, мне вот он очень нравится, ну, а так, конечно, это без сомнений просто огромный источник вдохновения, вот, и бесконечных каких-то размышлений, вот, на это все, да, это я очень люблю, да. А вот из современных форм искусства, то есть, может быть, ну, во-первых, тоже современная живопись, не знаю, или там, если копнуть глубже, ближе к музыке, там, те же самые перформансы, там, я не знаю, какие-то соединения, синтезы искусств, вот, что-то у тебя есть тоже такое любимое, может, у тебя какой-то любимый коллектив появился, или ты назовешь на какую-то сумасшедшую сенсацию, на которую ты попала, там, как обычно, случайно, это все бывает, что-то приходит в голову? Какой-нибудь сумасшедший проект? Да, кстати, вообще, не то, чтобы, может быть, один проект, да, но вот это я видела недавно, еще до карантина, в феврале было выступление классов композиции, как раз в Гамбургской Хокшуле, вот ты тоже задавала вопрос, да, про современных композиторов, есть класс композиции, как выяснилось, он очень интересный, я сходила на два вечера, послушала, вот, и что они там, в общем, делают, в общем, это была не такая, чтобы композиция в нашем понимании, да, что там вот играли произведения, а то есть там все они были вот в плане вот этого вот именно перформанса, да, то есть, как бы, композитор сочинил, то есть, ну, какое-то визуальное сопровождение, там, что нужно делать, то есть каждый музыкант выходил, и он, например, там что-то должен был еще делать, вот, играть тоже, но и еще немножечко как актер, да, выступать, и то есть каждое произведение, это была как такая сценка маленькая, и вот, кстати, меня вот это вот реально прямо поразило, я даже потом там как-то постаралась с ними поговорить, говорю, может, мне тоже такое что-нибудь, сочините что-нибудь такое интересненькое, вот, это было такое интересное, и действительно, ну, опыт наблюдать вот это все, как бы, вот на стыке вот этого театра, может быть, и музыки, как я понимаю, конечно, сейчас это очень востребованный такой. Это очень модно. Лиза, а вот мы уже очень просто вплотную подошли к моей любимой теме, которую я, кстати, очень редко затрагиваю в этих окнах, но вот, может быть, наконец-то ты меня поддержишь и поймешь, вот, иммерсивный театр, ты посещала такое? Ну, нет, если честно. Ой, как жалко, даже ты меня не поддержала, я вот все надеялась, но просто иммерсивный театр, если так коротко, там просто очень много наворотов, очень много всяких функций, это долго рассказывать, но смысл в том, что это как бы элементы перформанса театра классического, импровизации, просто у меня, вот, есть идея фиксов после уже Лофт Филармонии, после Метро Консерт Арт, вот, максимально создать некий такой формат, когда на музыканту он практически растворяется, вот, и уже непонятно, где он музыкант, где он артист, где он актер, где он просто человек, ну, то есть, вот, у меня тут мозг, видимо, взрывается по-своему на этой самоизоляции, я вот все пытаюсь понять, как бы вот эту вот иммерсивность довести до абсолютной музыкой. Мне это тоже просто безумно интересно, то есть, я как раз вот в этом направлении я очень открыта, и мне бы хотелось тоже этим чем-то заняться, вот, такого плана, вот, поэтому я тебя могу только в этом поддержать. Слушай, а эти иммерсивные театры, они что, они, вот, они существуют, в смысле, в Москве есть такое или как? Да, в Москве они, конечно, пришли с опозданием, мы, в общем, с такой, скажем честно, задержкой в несколько лет, но они где-то вот активно у нас прямо стали так раскручиваться, ну, сейчас в 2020-м, где-то в 2016-18-го, ну, так, это были зачатки, в основном это как бы не авторские спектакли, вот, местных, местных, так сказать, да, режиссеров, это какие-то привезенные, адаптированные там из Америки, из Европы, как правило, и, кстати, один из, кстати, скоро будет один очень интересный иммерсивный спектакль, посвященный социальным сетям, вот мы как раз обсуждали с одной моей подругой и коллегой, вот, хотим сходить онлайн, вот, причем тоже, знаешь, для России редкая опция, но тут как бы такой типа наворот, то есть, что ты в онлайн идешь, ну, за деньги, потому что для Европы, например, да, сходить онлайн за деньги, это как бы, ну, виртуальный зал, нормальная практика, а в России ведь это выучки нет, а сейчас как бы вот мы опять все любви получаем. Ой, очень интересно. Да, ну, в общем, я просто, нет, я просто к тому, что вышеупомянутый Айлен Притчин, который сегодня тоже постоянно появляется почему-то, значит, это упоминание этого человека, он принимал участие в моем более иммерсивном формате, чем Ловский Лармоний, который у меня работал как раз в Доме музыки, Метро Концерт Арт, вот он может с тобой поделиться переживаниями, что я заставила вытворять музыкантов, и какой там был, там же был настоящий сценарий, то есть там они играли как бы абсолютно оригинальный камерный контент, причем это не были какие-то обрывки, нарезки, там, компоновки, это все было выдержано как бы, ну, в общем, в правилах жанра, да, но при этом было масса всего ненормального, и музыканты сначала, конечно, просто когда я им это сказала, что они должны делать, я сказали, блин, ты издеваешься, вот, сначала была такая просто, знаешь, ну, видишь, что критика, ну, такой смех легкий, ты, типа, серьезно? Я говорю, ну, хотите заработать, значит, да, я серьезно. Ну, конечно, это я смеюсь, разговор был совершенно не такой, потому что сначала все были в шоке, а потом все сказали, нет, ну, наверное, это будет здорово, и, короче, конечный результат, что самое главное для режиссера-продюсера, ну, они все сделали правильно, потому что я очень переживала, потому что, ну, все могли запутаться, да, просто элементарно, и мы репетировали, то есть это, знаешь, был тот самый репетиционный процесс, не когда там кто-то доучивал там что-то или проверял там, как оно вообще хиляет-не хиляет, там было дело совсем не в этом. Как интересно, слушай, я про тот проект, конечно же, помню просто из интернета, да, что там ты постила в Фейсбуке. А ты можешь посмотреть, кстати, в моем альтернативном Инстаграме, там просто есть, ну, короткие кусочки, может быть, ты даже по ним помешь. Да, мне очень интересно, я тогда посмотрю обязательно, потому что я говорю, я все пропустила, но, видимо, просто потому что меня не было, наверное, в Москве в тот момент, но я даже не знала, что ты занималась вот в этом вот, в этом направлении. Видишь, мы как-то тоже, так независимо от друга, да, открыли вот это вот, вот, это направление, да, комбинация этих жанров. Да, просто теперь как бы, почему я вообще спросила, почему я вспомнила о метро-консертах, потому что, ну, дай бог, как говорится, не последние мои проекты, да, в этой жизни. Я просто теперь знаю, что ты за пассажир, я теперь как бы поняла, что ты за человек, то есть, если что, тебя можно привлекать к этому, тебе, ну, это интересно и не чуждо, потому что есть ряд музыкантов, которые, ну, как, они прекрасные профессионалы, но просто, ну, ну, вот как-то вот так, то есть, как бы выйти к роялю, сыграть просто программу, это, ну, вот как бы, да. Модерация, там, уже вопросы, там, еще что-то тоже. Это разные просто люди. Вот как я рассказала, что мне тяжело вот было вот кроликов выставить, понимаешь, в Инстаграме, а кому-то тяжело что-то другое сделать, да, это просто какие-то психологические наши, ну, параметры, которые, возможно, даже нельзя изменить, и об этом не значит, что там это хорошо или плохо, это просто так. Вот кому-то это не идет, да, а кому-то вот интересно, видишь, то есть мне вот с кроликами может быть тяжело, а что-то такое необычное сделать на сцене, я, наоборот, в принципе, открыта к этому, мне интересно, да, кто-то сама, может, я не придумаю, но если мне кто-то даст идею, я с удовольствием ее подхвачу. То есть это вот просто, наверное, такие личностные какие-то параметры, вот, так что вот это просто либо есть, либо нет. Да, Лиза, нет, совершенно замечательно, я думаю, что очень правильно ты говоришься. Слушай, ну, с кроликами мы разобрались, значит, кроликов первыми не пустим, значит, в контент, но, может быть, размяться, поскольку, понимаешь, тут же моя задача, понимаешь, я как терапевт наступаю, как психоаналитик, да, то есть как бы у нас правило, кто первый надел халат, тот и доктор, да, кто первый открыл диалоговый акт, тот как бы и лечит. Вот, так что ты пойми правильно, я пока не добьюсь эффекта, я не могу тебя отпустить или шпать. Смотри, я предлагаю тебе начать с простого. Кролики – это как бы такое второе лабо, как бы, ну, то есть выложить кроликов – это апгрейд уже. Как можно упростить ситуацию до абсурда просто? Берешь, готовишь самое классное немецкое блюдо, а я знаю, что традиционная кухня, которая как бы впитала все кухни мира, эта гамбургская так называемая кухня, наверняка у тебя уже появилось за это время любимое что-то такое из местного. То есть то, что там тебе муж борщ варил, когда ты к нему ездил, это, конечно, замечательно. Ну, а вот такое немецкое, вредное, там, какие-нибудь сосисоны, там, не знаю, что-то есть такое в арсенале или нет? У нас чего-то тут просто какой-то огромный фьюжн. Я бы даже не сказала, что это немецкий там или что-то. Мы что-то тут все готовим. Вот. И вообще, да, я такой достаточно очень кулинарный, именно открытый человек. Я готовила, я думаю, всякие, в общем, разные блюда. Вот. Всяких разных стран. Я даже не знаю, там и вьетнамские какие-то. И что еще кто-то готовил? Ну, понятно, я думаю, это вьетнамские. Лизонька, почему я об этом не знаю? Почему люди об этом не знают, что талантливый человек талантлив во всем? Ну, вот огурец я вам тоже показала, да? Вот это вот у меня возникло вот желание, да? Вот, как-то это тоже испробовать. Кстати, самое интересное, мы тоже разговаривали с друзьями тоже, вот, и с родственниками. Как ни странно, вот именно русская кухня у меня как-то меньше представлена в моем репертуаре. И я вот долго думала, почему, и я поняла, что большинство блюд русских, я не знаю, вот мое такое, по крайней мере, впечатление, они все-таки какие-то очень долгие, чтобы готовить, нет? Ну, например, если взять пельмени, да, если их не замороженные покупать, пока ты размесишь тесто от этого все, да, это же занимает время, да, там нельзя... У меня есть такая распространенная шутка насчет русской кухни, как бы, вы не подумайте ничего плохого, ну, просто, как это, лучшая русская кухня это белорусская и украинская. Ну, то есть, как бы, на самом деле, так получается, да, потому что украинские, борщ, там, не знаю, помпуски с чесноком, потом драники, ну, понятно, белорусская. То есть, где русская вообще в этой истории кухня? То есть, если так копнуть глубже, непонятно, где она есть. Вот, но я, кстати, вот, знаешь, если бы я знала о тебе это с самого начала, что ты вот русскую кухню, ну, как бы, сама не особо любишь готовить по причине, типа, вот именно технологий, мол, долго, вот уже сразу, заочно подписываюсь. Знаешь, почему? Потому что сама как-то, ну, так, скептически отношусь с детства, не особо большой фанат, люблю все такое вот более экзотичное, даже простые какие-то вещи, даже там самая простая паста, да, ну, вот именно паста, это вот да, самые там простые какие-нибудь салатики, но чтобы это было, вот, не по-русски, тоже, потому что русский салат, это что такое? Да, и все иностранцы смеются, говорят, какой, все нарубается в этот салат, дальше майонез, вот так. Обязательно, да. Ужас. Это же такое салат, это, видите, салат, это там огурец, это там овощи какие-то, да, вот это салат, а вот это то, что русский идет, это не салат. Кстати, вот у меня именно прямо сегодня, не знаю, прям как будто бы специально, у меня произошел небольшой прорыв в этом направлении, да, ну вот один прорыв был с этими огурцами, да, ну они прям буквально по рецепту произошли, а второй прорыв это сегодня я сделала ленивые голубцы, вот, это было первый раз в жизни, вот я сделала, но как раз именно поэтому они называются ленивые, да, то есть их не надо оборачивать в, ну вот в капустный лист, да, потому что это действительно много мороки с ними, а там просто надо было пострадать капусту, ну короче, нам очень понравилось, в общем хороший рецепт получился, так что вот у меня в какой-то мере, может быть, чуточку есть уже в этом, направлении работа, но пока что, ну не так, чтобы очень супер, ну вот уже началась. Ну, короче, пока не увижу контент, не поверю, это моя народная мудрость, я купил, ты огласишься. Вот, все я поняла, да, надо работать, работать, да. Да, потому что, понимаешь, как бы человек, который тебя вдохновил спустя энное количество лет на создание личного инстаграма, я просто обязана тебя убедить и дальше. Да, слушай, мне вообще это очень-очень даже вот нужно как-то, я думаю, вот если ты честно говоришь, я буду об этом думать, вот надо делать, да, вот. Да, так все, мне даже это полезно, спасибо, что ты сейчас это сказала, а то я может, у меня было чувство такое, что я после первой публикации уже заброшу, это все, и просто там останется. У тебя было такое чувство, а у меня было другое чувство, чувство недосказанности, что я как бы вот пациента отпустила еще не готова, понимаешь? Понятно, понятно. На самом деле, на самом деле, это все, конечно, хихоньки-хахоньки, но я истинно считаю, что как бы люди, у которых, ну, интересная жизнь, ты понимаешь, но ведь не все живут так, как мы, да, вот не каждый бы, прости господи, дурак бы вышел общаться в диалоговые окна в 12 ночи, продолжая этот марафон до 2 часов ночи, да, нет, ну как бы наша богемная жизнь, она построена по каким-то законам, иногда наоборот, это полная такая анархия и путаница. Все это очень интересно, если знать, под каким углом это показать. Ну, согласись? Конечно, да, я очень согласна, и, конечно, мне тоже главное есть, что рассказать, и поэтому, может быть, действительно нужно это как-то начать делать, уже хватит скрываться, да? Ну, куда можно скрываться? Мы тебя вот вытащили, все, мы теперь тебя не отпустим. Ой, Лиза, я тебя не утомила? Нет, вообще, кстати, удивительно, я такая думаю, ну, наверное, ну, часто уложимся с Алисом, если, да? А когда ты сказала, что уже первый час прошел, у меня было такое впечатление, что мы только начали говорить, у меня пробежало время вообще абсолютно на одном дыхании. Ну, все так разминаются, уже и второй час, вот я сейчас посмотрю, да, уже практически подходит к завершениям. Ну, мы можем с тобой продолжить, еще у меня не закончились, конечно, к тебе вопросы, потому что, надо даже дожать до конца, как бы эффект-то должен быть какой-то. А вот такая опция литературы, ты знаешь, вот я всех пыталась, типа, какие-то там книжки читать, да-да-да-да. Давай вот глобально подойдем к этому вопросу. Проза или поэзия? Русская или зарубежная? Ну, как раз в этом вопросе у меня, наверное, есть какое-то свое четкое мнение. Для меня все-таки русская проза. Так, так, хорошо, подожди, тоже. Толстой или Достоевский, да, краеугольный вопрос любого русского человека? Да, Стрябин и Рахманинов, да, из этой серии. Не, ну, все-таки, конечно, для меня, наверное, в большей степени Достоевский, хотя Толстой его тоже очень нравится. Ну, сложно выбрать, но все-таки, наверное, больше Достоевский при всей любви к Толстому, то есть не меньше. Хорошо. Так, дальше поехали. А вот, если, допустим, немножко пойти в дебри, вот какое бы сочинение, давай так прям копнем, вот на тебя произвело самое сильное впечатление вообще в жизни, вот из того русско, из русской прозы, которую ты читала? Не, ну, тут, конечно, вопрос просто совсем легкий для меня, да, это произведение «Братья Крамазовы», тут просто нет даже второго мнения, я думаю, что для меня это произведение номер один, вот, и мне кажется, что вообще в мировой литературе в смысле это явление вообще в истории человечества, я думаю, вот, поэтому, конечно, для меня это такое, ну, знаковое произведение. Да, конечно, это такая литература очень серьезная, и она просто не может оставить никого равнодушным, к этому надо, во-первых, прийти, и желательно прочитать, на мой взгляд, не один вообще раз, да, я уже несколько раз читала, конечно, вот, и для меня это, ну, по крайней мере, то есть мое личное вот чувство, что это, в принципе, для меня, наверное, да, номер один. Лиза, а вот когда ты сказала, что ты, в принципе, вот уже практически созрела выкладывать контент, вот мне любопытно, знаешь, вот говорят те люди, которые, ну, легко общаются, и вообще, ну, как бы язык подвешен, что называется, да, с этим все в порядке, а это как бы говорит о его вообще интеллектуально очень серьезной составляющей, так вот вопрос в чем, вопрос в чем, ты, наверное, у тебя был какой-то опыт, ну, написания чего бы то ни было, каких-то опусов, я имею в виду, литературных, раскрою тайну. Да, это вообще, конечно, просто больной вопрос, что-то я уже 500 раз пыталась, и что-то как-то плохо идет, надо вот уже сесть и как-то написать, в общем, не знаю, мне кажется, что это какое-то отсутствие самодисциплины какой-то, мне тоже, вот может, слушай, может ты мне тоже сейчас как-то так же скажешь, как с инстаграма, сядь и пиши. А тут почему я тебе, Лиза, я могу реально тебе так сказать, знаешь почему, потому что тебя убедит, вот почему я так считаю, вот когда ты открыла свой инстаграм, да, ну мне попадаются вот эти вот посты, ты реально постила как бы ну не так густо, скажем так, но ты только начала, ты в начале этого пути, но ты писала такие тексты, при том, что знаешь, вот есть два лагеря в инстаграме, есть люди, которые говорят, инстаграм, визуальная сеть, нечего тут нам все это писать, и есть люди, которые так круто пишут, ну вот реально круто пишут, и у них классный контент, то есть это может быть и видео, и картинки, все что угодно, но какой слог, ты начинаешь читать, у кого-то это чувство юмора, кто-то пишет наоборот какие-то рассуждения, и вот оно цепляет, так вот я тебе хочу сказать, дорогая моя, что ну как бы я прочитала на двух языках, на секундочку, да, и все это написано не в два предложения, то есть как бы ты так могла написать в формате отстань, да, но нет, ты как бы пишешь, ты рассуждаешь, и как бы это такое очень, я не знаю, я называю это живая ткань, живая ткань, когда ты открываешь, ты понимаешь, да, это написал, вот конкретно этот человек, и в этом есть какой-то свой, ну не знаю, стиль и почерк, вот, мне приятно, спасибо, слушай, мне прям приятно это слышать, но насчет текста, это я и думала, что если я буду делать инстаграм, это не будут просто картинки, что надо что-то писать к ним, да, потому что, то есть для меня это как-то... Очень по-разному к этому относится, потому что, ну говорят, что тебе достаточно иногда вирусного видео, вот я тоже это не поддерживаю, этот лагерь, поэтому я считаю, что вот как ты начала это вести, это вот как-то мне больше тоже по вкусу, в этом есть мозги просто, понимаешь, элементарно. Ну да, ну мне, то есть не, я не против, если, например, кто-то человек там фотограф и действительно классные фотки делает, но это одна история, да, но для меня было всегда понятно, что надо что-то к этому говорить, потому что иначе тогда, ну просто, просто постить, что ты там, я не знаю, что ты сделала, ну не знаю, мне это как-то было неинтересно, слушай, ну мне приятно, что ты так говоришь, спасибо, да, так что всем надо, надо заниматься этим, в общем, кошмар, что-то столькими вещами надо заниматься, кошмар. Ну слушай, это не кошмар, это на самом деле прекрасно, потому что сейчас, знаешь, завтра концерт еще не наступит, к сожалению, вот, а вещи, которые просто, знаешь, это как дрова, которые ты подкидываешь сам себя, они просто заставляют не опускать руки и жить, вот знаешь, как бы на позитивной стороне, как будто бы не отпуская эту вот артистическую жизнь, а даже наоборот, да, как бы расцвечивая эти грани разными красками, ну вот мое ощущение такое, не знаю, права или нет. Да, согласны тоже. Слушай, а можно тебя тогда тоже в ответ вот спросить, ты сейчас спросил, например, про одну книгу, а у тебя есть какое-то одно произведение, вот которое ты так же, как я можешь назвать, вот которое тебя так изменило, или сложно? Из русской прозы? Нет, вообще из любой, ну, как бы. Вообще сразу из любой, меня сразу запоминается «Стоит одиночество» Маркеса, очень люблю, я много раз упоминала это в сети, но еще есть такое у меня, не знаю, может быть, это у меня с детских времен осталось, а, ну, во-первых, еще из взрослых времен, это Мартин Иден, Джека Лондона, но я больше люблю зарубежную литературу, и мне нравится очень «Сэйнджер над пропастью воржи», мне кажется, что это очень глубокое произведение, хотя, ну, по сути, речь идет же о 17-летнем этом Холдене Колпе, как бы, да, обычно меня молодежь начинает критиковать, что, типа, да, это для вообще подростков написано, а я считаю, что там такое чувство юмора, такая потрясающая история, в общем, не знаю, вот у меня как-то так. Интересно. Из зарубежной литературы я очень люблю «Ремарка» и «Хемингуэ», мне очень нравится «Жизнь взаймы» и «Ремарка», мне очень нравится «Восходит солнце» и «Хемингуэ», это такие прям любимые мои книги. Я помню, что когда я читала «Восходит солнце», который еще альтернативное название, «Сиеста», как он называется, я просто на последних страницах, я, как сейчас помню, дома сидела, дочитывала на кухне, я прямо плакала, то есть это был такой шок, что вот прям вот физически покатились слезы от книги. Такой эффект у меня был только вот с этой книгой. Это при том, что, знаете, я честно тебе скажу, я не робкого десятка, то есть я и на фильме не на каждом заплачу, который прям слезливый, а тут такое откровение. Надо же. Я не читала, но теперь интересно прочитать. Очень-очень рекомендую. А если говорить про Достоевского, который мне тоже гораздо импонирует больше, чем Толстой на сегодняшний день, то, наверное, «Идиот», наверное «Идиот». Ну, потому что, я не знаю, вот у меня как-то все сошлось тогда в жизни. Я помню, что я прочитала саму книгу, а потом вышел вот этот вот мини-сериал с Евгением Мироновым. Классный, кстати. Да, да, смотри. Да, и это как-то у меня все взошло воедино, и поэтому вот для меня «Идиот» я сразу представляю этого Мышкина и как бы вот вижу прямо Евгения Миронова. Ну, как бы, хорошая синхронизация. Ой, классная. Мне тоже очень понравилась. Они прям здорово. Вот как я тоже себе представляла, у меня тоже совпало вот очень, что я там увидела. Да, это очень интересно тоже. Но тут еще такой важный момент, что очень часто, то есть ты сказала, вот у меня совпало так, что каждое произведение искусства, это вот тоже один из таких моих каких-то, ну вот, то, о чем я часто думаю, да, что каждое произведение искусства, оно существует вот в конкретном каждом человеке. Поэтому, скажем, мой там «Идиот» и «Твой» это немножко разный, да, и наш личный опыт, он сказывается и откладывает отпечаток и на это произведение, и на то, как мы его воспринимаем, да, поэтому очень часто так получается, что произведение мы начинаем любить или наоборот, там, может быть, меньше любить, исходя там из какого-то личного опыта, из личных каких-то впечатлений, из-за своей тоже собственной какой-то персоналити и прочее, да, то есть в смысле, что, ну, к тому, что, скажем так, произведения искусства, они не объективны для меня, а приоритет, да, то есть определенный момент времени, ты в определенном состоянии, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, это очень влияет, да, и даже одно и то же произведение, которое ты читал, допустим, в разные моменты биографии, конечно же, да, чем век, она по-другому не начинает, что воспринимает, а вообще, ты знаешь, я тут уже тоже у меня откровенничала в онлайнах, мне редко задают вопросы в моих собственных Midnight Lobton Night, вот, у нас, у нас как бы сериалы ориентированы на других, более интересных людей, вот, но тем не менее, однажды как-то меня поймали на горячем, я тут прям осыпала афоризмами, был такой, он изучает мой диалог, очень люблю краткую вот такую вот мудрость, с детства читаю, у меня очень много прямо талмутов, огромных дома лежит у родителей, вот, здесь я тоже уже закупилась, у меня тут вторая альтернативная партия, вот, которую я периодически заглядываю, открываю, очень люблю, ты любишь, нет такого? Слушай, ты знаешь, ты вот прям, когда у меня говорила, ты буквально на секунду пропала, скажи еще раз, о чем речь? А, ну, это неважно, я тут распынулась, рассказывала, что я очень люблю афоризм и спросила близких. Афоризм, я вот это, буквально все, я поняла, о чем речь, да, просто ты мне буквально, вот, знаешь, на какие-то две секунды пропала, вот, да, не, я тоже люблю, ну, не то, чтобы прям собираю их, но, ну, когда есть возможность, да, читаю, наверное, да, мне тоже нравится. Ну, вот, вот такие вот у меня guilty pleasure, вот, а так особо, знаешь, у меня это все время пронеслось, совершенно незаметно, то есть, я не знаю, сколько еще, конечно, придется сидеть, потому что в Москве пока непонятная очень ситуация. Вас-то выпускают, вас-то потихоньку расхлопают, как я понимаю, да? Да, сегодня даже рестораны уже открылись, уже там народ. А, даже так, то есть, уже какие-то столики, да, стоят, меньшее количество, да, уже можно? Да, там нужно соблюдать расстояние между людьми и официанты в масках, но, тем не менее, по крайней мере, открылись, то есть, мы вот сегодня вечером прошлись, прогулялись, даже так народ сидит, уже, видимо, истосковался дома сидеть. Ну, еще бы, конечно, так это Германия, которая наполовину, в принципе, была такая шаляй-валяй, гуляла, ну, то есть, я даже в начале на заре самоизоляции звонила друзьям, и вот они рассказывали в Берлине, что, ну, ты знаешь, не до абсурда, можно пойти в парк, можно на велике проехать. Это они нам сказали про велик. Знаешь, эти истории про велик, когда мы тут сидели, уже выли на луну и просто ходили по перилу балкона, вот так, туда-сюда. Ой, я тоже, да, конечно, слышу там от друзей, которые, скажут, что там на каком-нибудь 17 этаже живут, которые, да, все, мы уже прекращаем, да? Ну, я думаю, что два часа мы уже всех, я бы продолжала, но я тебе очень благодарна. И нужно, на самом деле, ложиться спать, потому что люди же тоже не спят, Лиза. Да, надо отпустить уже народ, да, наконец-то. 8, 7, обращайся с аудиторией. Спасибо всем большое, что послушали.